Дорогие друзья, вот уже в какой раз мы собираемся в гостеприимных стенах Зала Совета Государственного Орбитажа, чтобы открыть и продолжить очередную Международную научно-практическую конференцию в религии света наследия. В этом году мы проводим уже 15-ю конференцию. Поэтому за эти годы мы с вами, я могу сказать так, что именно мы с вами проделали большую работу, и я рад, чтобы эта работа продолжается. Михаил Борисович будет в 13 часов. Мы его ждали, но, к сожалению, сейчас не сможем подойти, поэтому мы начинаем без него. Но если бы образуется то, что он в течение заседания еще к нам придет, он просил передать поздравления с нашей конференцией. Мы очень рады, что мы имеем в лице Михаила Борисовича и вообще государственного орбитажа такую поддержку в работе в области религии света наследия. И позвольте мне, приветствую вас, зачитать правительственную телеграмму, которую вы получили на короне. Уважаемые друзья, я приветствую участников, организаторов, гостей 15-й Международной научно-практической конференции религии света наследия. Для всех, кто изучает богатое наследие и знаменитые семьи, этот представительный форум является знакомым событием не только по содержательной части, но и по времени проведения, как известно, 9-я экземпляр, день рождения Николая Рейха. Примечательно, что в этом году одной из главных тем конференции будет значение Парка Рейха, 80-летие с дням, описание которого обещается. Этот документ ознаменовал собой рождение новой эры. Именно он определит культуру, а не политику и экономику важнейшим фактором общественного развития. Уверен, что конференция послужит дальнейшей консолидацией серьезных научных и общественных кругов вокруг наследия рейхов и будет способствовать сохранению культурного наследия нашей страны. Этой же высокой целью уже более 10 лет служит Международная премия Николая Рейха, в которой в рамках конференции отмечают значимые труды и достижения на помощи культуры. Желаю всем удачи, благотворной работой и достижения поставленной цели министра культуры Российской Федерации Индинской. Вашими коллегами, год 80-летия Парка Рейха у нас был за весьма-весьма насыщенным и достижениями, и сложными проблемами. И я уверен, что мы сегодня об этом будем говорить. Я не буду забегать вперед, анонсировать то, о чем будут говорить участники конференции. Еще раз поздравляю вас с началом нашей работы совместной. И хочу сказать, что, напомню точнее, у вас в всех на руках есть программа, что для приветствия дается 5 минут, для доклада 15 минут. Так что начинаем двигаться по программе. И я передаю слово для приветствия Ирне Селецкен, почетному председателю Литонского общества Рейха. Пожалуйста. Дорогие участники, мы будем напомнить в новом химическом конференции Григорьевской образовательности. От имени общества Рейха Львы разрешили я приветствовала нас всех. И вам благодарить руководителей за предложение. Мы собрались своими структурами ценностей. И это великое событие, великое событие. Ибо культура есть основа жизни. И это вот здесь состав истинной эволюции. Как мы все знаем, в этом году исполняется 80 лет подписания А. А также в этом году исполняется 80 лет общества Рейха. И как было создано. А в 1905 году, что это запрещено. И вот в этом году исполняется 25 лет, как общество по самому. В 1909 году, общество организовало большую международную конференцию. И она состоялась в ратуши Великус. Значила с культурой эволюции верующего человечества. Участливая конференция проводилась в ратуши. И первый раз на фасаде ратуши рядом с нами, с республикой, развивалась знамя мира. Так мы были все очень рады этому. На конференции было решено 2 раза в год проводить форумы. Всего было проводено 18 форум. В 2006 году на 10 форуме было решено 2 раза в год проводить культурные и актуальные и актуальные и актуальные темы. В 10 форуме было решено просить государство, правительство, чтобы в конце этого времени установить в нем культуру. Соберялись в подписи и в 2006 году это было решено. И сейчас уже в этом году директор господаря, как у парламента торжественно поднимается знамя мира и проводится фибридуальные конференции. Не только в парламента, но и в другом городе и даже ангелинские конференции. Так вот, сейчас, знаешь, в этом году приехала к нам из Радвиге, президент Международного комитета, знамя мира Радвиге, Алисия Продвиге Харнаде, и вручила нашему... Это все происходило во дворце Сейва, очень божественно, и вручила знамя мира как председателю Сейва. Так вот, сейчас первый раз в Литве, в котором объявлена наша республика, республика мира. Сейчас пойдем все вместе, поднимая сердца и мысли о знамя мира, за мир во всем мире, за великое, прекрасное, светлое, милющее. Спасибо. Огромное спасибо. У нас на памяти, когда вы приехали к нам в 2002 году, на нашу вторую конференцию была совершенно особенная встреча, такая еще с Лилой Степаной. И мы очень-очень ценим те добрые и сердечные отношения, которые у нас имеются в Святомском обществе. Спасибо огромное. Слово предоставляется заместитель директора, обладающий работе в музее Сейвера и председатель управления жиром и литвом фонд Рейско-наследием Миле, Владимир Владимирович. Спасибо большое, друзья, что вы знали, что здесь у нас за этот год много событий прошло. Но эта конференция, наверное, главная, чем занимается Владимир Владимирович Фонд Рейско-наследием Миле. Но те институты Семеры, которые были учредителем фондом, уже существуют самостоятельно, как государственное учреждение культуры. Но остается еще очень много проблем и на Алтае, и в Москве. Но о проблемах мы поговорим позже. А сейчас я хотел бы огласить некоторые приветствия, которые поступили в адрес нашей конференции. Приветствия от Сибирского Рейховского общества, Новосибирск. Уважаемые коллеги, в наше неспокойное и переломное время каждое созидательное объединение на основах культуры необычайно ценно. Николай Константинович Рейх мечтал о всемирном дне культуры, когда одновременно во всех школах и просветительных учреждениях всего мира будет возвещено об истинных сокровищах нации человечества. Каждый подобный форум приближает этот Всемирный День культуры, который в своем проявлении отразит не мощь оружия, не злобу войны, а шествие мира, содружества и взаимопонимания. Пусть в дни работы конференции творческая атмосфера, объединенные созидательные помыслы участников, все разнообразие научной и культурной программы прослужит ступенью к пониманию культуры, как спасительного маяка в бурю. Исполнительный директор Сибирского Рейховского общества Ольга Андреевна Альховая. Еще мы получили и получаем приветствие из самых разных стран, уголков нашей Земли. И все, конечно, зачитать нет у меня сейчас возможности такой, но мы очень благодарны всем, кто присылает хотя бы краткие слова, потому что при издании трудов конференции Рейховского наследия, наверное, вы уже обратили внимание, что в предисловии, даже если одно слово человек прислал нам в привет, мы напоминаем его. И вот мы получили из Швейцарии, из Женевы впервые приветствие от президента и представителя приорганизации Редневных наций Организации Ассоциаций Граждан Мира, Рене Отлу. В своем приветствии, которое, кстати, было не одно, это целая серия таких посланий, приветствий, я зачитаю только фрагмент, сказано. Из всех даров, дорогие сарайники, из всех даров, преподнесенных семьей Рейхов человечества, наиболее ярким и несущим в себе неприходящее значение является Рейховский пакт мира, подписанный в 1935 году в Белом доме, президенты Соединенных Штатов по славе Панамериканского Союза, преобразованного в 1948 году в Организацию Американских Государств. Как вам известно, целью пакта Рейхова является создание правовой основы для защиты культурного наследия человечества во время войны и вооруженных конфликтов. Я надеялся быть с вами и обсудить эту общемировую задачу, особенно в сегодняшних условиях, когда мы являемся свидетелями целенаправленного уничтожения сокровищ мировой культуры. К сожалению, за состояние здоровья я не могу присутствовать на вашей важнейшей конференции, поэтому направляю вас в статью о трагической ситуации в Сирии и Ираке. Я уверен, что культурное сообщество России, в особенности те, кого вдохновляют высокие идеалы и воззрения семьи Рейхов, будут стремиться к совместной работе в деле защиты культурных основ человечества. Поскольку мне посчастливилось знать Святослава Рейха и его глубокий интерес к русской и индийской культурам, я уверен, что вы будете продолжать предпринимавшиеся в семье Рейхов попытки подчеркнуть ценности красоты, сотрудничества, духовного роста, столь нужные миру в наши дни. Еще мы получили приветствие и просьбу передать самое наилучшее подглание всего сердца от наших друзей и коллег. От Валентины Трофимовны Орловой, она еще сегодня будет приветствовать всех нас на церемонии награждения Международной премии Николая Рейха. От Гунта Рихардовны Рудзете из Латвии и Аутса Харманиса, президента руководителей Латвийского общества Рейха. От Владимира Николаевича Трояна, профессора Санкт-Петербургского государственного университета. И других людей. Ну и последнее приветствие только что принес Владислав Валерьевич. Я его все зачитывать не буду, только некоторые стройки из него. Горы, свежесть ветра, высокое небо, близости, сияние башни всегда приносят благость и силу к духовной работе. Но непосредственные красания огненной ауры также иногда необходимы для будущего строительства общества. Всех поздравляем с праздником. Для всех нас Николай Рейх очень дорог и любим. Носите в сознание Шамбалы, вестник будущего и Творец настоящего. Спасибо. Слово также для краткого приветствия предоставляется главному редактору Журнала Адынии, вестанкаре Санне Торсу. Дорогие друзья, очень рада поприветствовать наше собрание. Вы не представляете, с каким чувством мы все, наверное, вообще ехали сюда. Сейчас такой момент, когда нам всем особенно требуется объединение. Это и связано с теми вызовами, которые вообще существуют в мире и непосредственно которые сейчас происходят в Рейхском движении. И если вот сейчас здесь мы не сплодимся, если мы действительно не создадим вот это какое-то ядро того будущего Рейхского движения, сейчас именно о зарождении, о Ренессансе, вот пора говорить. И я уверена, что у нас это получится. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами переходим в программе докладов. Я смотрю, что у нас теперь ну почти все докладчики занялись в рейх стран. Мы еще поджидаем немножко докладчиков. И позвольте мне тогда самому взять слово, самому себе предоставить слово. Тема такая, о руках государства в сохранении Рейхского на свете, она не совсем точна. Так, если вы не позволите, то я порассуждаю в том числе и об этом. Ну, конечно же, в контексте празднования 80-летия Пакта Рейха. О роли Пакта Рейха много говорилось, повторяться не хочется, но все равно так или иначе приходится повторять какие-то вещи очевидные, важные, нужные. О том, что этот факт сыграл выдающуюся роль формирования международной системы, международной правовой системы защиты культурного наследия. О том, что идеи этого пакта россыпью распределились среди самых разных международных документов, касающихся сохранения культурного наследия и смежных вопросов. Это и Гаагская конвенция 54-го года, это и Декларация ЮНЕСКО на защите культурного разнообразия 2001-го года. Ну и вы знаете, что таких документов много. Сам уровень ЮНЕСКО создавался в значительной степени в опоре на идеи и тот процесс подготовки и продвижения принятия пакта Рейха, который происходил в 30-е годы 20-го века. Порой говорят, ну что же, вот замечательный пакт, о чем его, вообще, о чем смысл этих документов, где видно, что они хоть как-то защищают. Ну, во-первых, это искусная традиция, и мы понимаем, что кроме нормативных, нормативной силы и нормативных средств воздействия, существует некая аура, которая разнигает вокруг этих документов, но прежде всего мы сейчас говорим о пакте Рейха, которая не позволяет думать так или иначе. Существует даже такая, как и сама продавленная история, которая, наверное, имеет документальное подтверждение, мы своими глазами это не видели, но говорят и даже пишут, что в 30-е годы, когда формировался список для атомных потенциальных атомных бомбежек в Японии, оттуда был вычеркнут город Киото, потому что Франкину Розуевну сказали, мы не можем бомбить, потому что мы подписали под крыльями. Наверное, это правда. Нам хотелось бы верить, что это правда. Но порою нам задают такие вопросы, я думаю, что многие из нас задают такие вопросы, но о самом Рейхе, о самом-то наследии, насколько пакт помогает. Рейх говорил о том, что необходимо сохранять культурное наследие, необходимо защищать и уважать, об этом мы тоже многократно говорили, что культурное достояние, культурное достоинство для Николая Константиновича это в каком-то смысле равновеликие вещи. Отсюда потом уже появилось требование защиты персонала в ГАГС, как говорится, 54-го года. Все это верно. Но мы видим, что те проблемы, с которыми сталкивается Рейховское наследие, они вполне аналогичны общим вопросом сохранения культурного наследия. Поэтому встает вопрос, а что же мы можем делать? Мы это кто? Общество. Мы это кто? Государство. Все мы простые люди и люди, которые обречены какой-то ответственностью в этом плане. Вопросов много, а ответы тоже весьма разные, не всегда они благотворяют древние дни. Мы с вами знаем, какую непростую судьбу имела наследие семьи Рейхов в 20 веке, что только ни происходило. И крах Рейховского музея в Нью-Йорке и очень тяжелые процессы по возвращению Рейхов на родину, передачи государственные музеи Игоря Николаевича большого наследия и планы по созданию государственного музея в Ленинграде в конце 50-х годов, в котором тогда не было судьбе и новое течение, которое возникло уже в 70-е, 80-е годы 90-е это создание нового музея как тут было сказано общественного музея потому что если государство не может справляться общество не может тоже смотреть на это с равнодушием поэтому возникла идея создания общественного музея другой вопрос как принимать что такое общественный музей но конечно общество не может находиться в стороне от этих вопросов тем более какая активная часть общества как рейховское рейховское общество и это все правильно и это все очень важно мне бы хотелось сосредоточиться на вопросах роли государства на наш взгляд ну и не только общественные вопросы тоже хотелось бы их хотелось бы коснуться на наш взгляд основная роль государства это защита формы первая и главная не единственная но первая и главная потому что именно на подлинниках именно на том что вышло из тупера что вышло из творческого духа наших соотечественников именно на этом строится вся остальная работа является ли это наследие материальным является ли нематериальным статист существует декларация нематериального культурного наследия и там тоже оно наполнено идеями рейховским так что это на наш взгляд такой очень важный может быть самый важный вопрос самая важная функция государства с чем сталкивается государственные музеи в этой работе порой они сталкиваются с тем что недостаточно внимания со стороны учредителей к этим вопросам и как здесь могут выступить представители любого музея и сказать к нашим вопросам такое же внимание и это правда будет музей это Есенина Леон это неважно конечно у нас есть своя специфика специфика которая связана с тем что это на свете столь масштабно столь многообразно столь многомерно что оно с трудом умещается в сознании в том числе и наших руководителей но тем не менее в этом плане существуют серьезные подвижки мы очень рады что в прошлом году мы отмечали 30-летие первого государственного музея это музей высадького звания уже здесь мы очень рады там тоже все не беспроблемно и весьма не беспроблемно и много что она об этом вам тоже сегодня расскажет существует санкт-петербургский государственный музей столь фигуры мы рады что в Петербурге в общем-то бескромно можно сказать был создан государственный музей и что государство проявляет достаточно внимания к этому вопросу грежал тем не менее вопросов много наше здание я перейду совсем-таки конкретный вопрос наше здание вот уже четвертый год перестало ремонтироваться почему ну вот изменились приоритеты значит мы ждем следующей смены приоритетов чтобы вернуться к этим вопросам правда за это время знаете на все есть свои причины за время когда мы перестали возможность заниматься ремонтом мы смогли заняться другими вопросами у нас открылся ректория другие вопросы все это хорошо о чем еще бы я хотел сказать здесь еще бы мне хотелось здесь сказать о следующем в апреле этого года мы отмечали 80-летие по-другому мы провели 15 апреля в нашем музее 17 апреля прошло вручную государственную музей востока это еще один важный большой музей где считается государственная защита рейховского наследия этот опыт тоже мы должны изучать и всячески поддерживать и это совершенствовать мы тогда приняли вот такой итоговый документ который после нашего рассмотрения еще долго долго мы согласовывались с нашей юрической потом мы его публиковали и ждем что рано или поздно эти идеи они наши общие очевидные будут двигаться дальше я позволю себе зачитать некоторые моменты из этого документа участники круглого стола посвященного 80-летней годовщине подхарелиха отмечают выдающуюся роль подхарелиха и международного движения в защиту культуры в создании современной международной правовой системы и сохранении культурных ценностей ее базовых принципов институтов констатировают непрекадавших значение и пакта релиха и северной религии культуры для будущего как в сфере науки и искусства образования так и в сфере права и политики особо отмечают и приходящие значения символа знания мира в обмененном в традициях и культурах народов мира как отличительного знака сохранения наследия выступает с инициативой официального присоединения россии по поведет что стал существен вкладывать страны в актуализацию факта его идей подходов включению его правовое поле решительно усиливающим культурный индукционный процесс со странами центральной южной и северной америки и к самому очень важный вопрос потому что есть два подхода лишь подход создание написание новой конвенции которая включила все потери нигде авторы и включены к акцию конвенцию и так далее много универсальная через организацию универсальных наций это все правильно и хорошо это все чрезвычайно трудно гораздо проще государства присоединяться действующему по есть мнение что те государства которые являются участниками гангской комбинации 54 года не могут присоединиться к факту рейха потому что где существует расхождение в символике охране и так далее и так далее когда же мы задаем коллегам носителем такой идеи вопрос а как же мы составим 11 дней которые находятся и в правом поле пакта рейха и подписали конвенцию но это специфическая ситуация по нашему чуде специфического нет и поскольку всех признаю что пакта рейха он по глубине и по оборуду по масштабам идеи намного выше чем гангская комбинации то здесь мы не видим проблем и юристы которые работают с нами это как-то международного права санкт-генгерской университета подтверждают что здесь нет серьезных проблем нам кажется вопрос о присоединении государства пактов очень важно это тоже очень сложно но это можно делать и скажем так вот та работа которая проводится в литве и то что было сделано в этом году как результат всей предыдущей работы показывает что это правильное направление считается лесообразным создание общественных комитетов пакт коррелях а также общероссийского комитета пакта для поддержки всемирного содействия при семье ему российской федерации вот прошло полгода в этом плане мы пока никуда не сдвинулись если что удалось в рамках решения как нам стало сделать это благодаря Владимиру Чернянскому возник сайт под названием новости районского наследия районского движения это сравнительно новый сайт он начал свою работу по моему в конце 2015 года как результат попыток начать какую-то мысль не координацию информационный обмен между различными обществами опять же в этом плане поддерживать идею установления официального праздника дня культуры биттарского премьера в регионах России на государственном уровне здесь нужно отметить работу проводится ревиховским обществом в Алтайском крае за несколько месяцев до событий в Литве территория в Алтайском крае была провозглашена территорией мира и там тоже губернатор принимал мунициум провисера из знания мира это тоже очень важный вопрос такой имеющий идеологическое и общественное звучание выступает с инициатива учреждения в регионах России переходящие названия город культуры считают необходимым всемирно развязать сотрудничество государственных и федеральных региональных и так далее муниципальных и общественных организаций для сохранения изучения и популяризации наследия семьи ревихов в России за рубежом здесь еще есть несколько полков я на них останавливаться не буду я думаю что в этих комнатах мы сможем с вами поговорить в рамках того совещания которое намечено на 11 октября в 15 часов я прошу представителей общественных организаций желающих участвовать в совещании заблагодарименно зафиксировать себя так чтобы у нас все прошло организованно общественное государство и так далее в заключение мне хотелось бы сказать следующее я тут много уже перебираю поэтому не буду разворачивать еще одну важную тему в Казани в середине сентября прошел большой музей-форум под названием «Миссия музея мультикультуры Англии» было очень много интересных докладов организаторов был российский ком министерство культуры республики Катарстан и другие организаторы там были гости из Международного комитета музеев его председатель был были представители Голландии, Канады и так далее и получилось местами очень интересно и местами очень странная дискуссия потому что вот это название форума «Миссия музея в мультикультурном мире» она противоречива в самой своей зоне поэтому когда некоторые докладчики стали разбираться в том что мы понимаем под термином мультикультурный мир мы стали выталкиваться сразу на большое количество вопросов и конечно здесь нельзя было ни в слову Николая Релиха с его фактом и с его пониманием, что такое культура по релиху культура едина, но она многовика, она многонациональна, она многоязыка важнейший тезис Релиха о культуре это тезис единства культуры тогда же мы стали разбираться, что нам порою относят или что мы порою понимаем под понятием мультикультурализма только мы выясняли, и поясняли на самом деле не вдруг, что мы понимаем под этим или что нам говорят, что под этим надо понимать множественность культур Что нам под этим нужно понимать, что каждое, не то чтобы каждый народ, а каждое сообщество может иметь свою какую-то культуру. Возникает понятие субкультуры, возникает понятие каких-то своих отдельных этик. У меня одна этика, у другого другая этика. Следующим шагом к этому становится вопрос о конфликте культуры, что само по себе невозможно, если смотреть на этот порыв. Следующим шагом является понятие войны цивилизации, что мы теперь наблюдаем. Поэтому, оперировав таким понятием, как мультикультурализм, мы с вами, мне кажется, должны быть очень-очень осторожны и все-таки как-то анализировать, что же предлагается и что на самом деле это за собой плечо. Мы видим те процессы, которые перестутся на Ближнем Востоке, и в Европе, и в России. Эти процессы очень грозные, я бы сказал. Эти процессы связаны с отходом от ослов культуры. Поэтому, позвольте вот на этой, может быть, несколько, ну я бы писал, бессимистическое, но на этой моменте, грозные ноти свое выступление закончить, и надеюсь, что мы с вами сможем продолжить обсуждение этих и таких вопросов дальше. Это то, через всего того, о чем мы с вами мечтаем, чему мы сможем, и символи того, к чему мы должны идти. То есть мир, культуру, познание мира. Огромное спасибо сотрудничным руководителям БУТИР, института за такую инициативу, за то, что огромная часть работы, очень сложная, она для нас может жена от воды, а они на сегодняшний день очень большие, очень ответственные люди. Очень много важного, как случалось уже в поступлении директором ИГР, и действительно, мы все, те, кто имеет отношение к идеям ИГР, которые случаются в ЛЕГР, и тем более к идеям ИГР, мы сейчас внесем, наверное, главное ответственность для того, как идея ИГР, идея ИГР развиваются, так и удовлетворяются в реальной жизни, и что мы внесли, какую мы вновим в то, чтобы эти идеи не изглажались мультикультурой или какими-то такими непонятными вещами, а что мы делаем для того, чтобы та великая истина, которая проявлена на всех великих мирах, те великие принципы, на которых мир стоит и не раздевается, чтобы они стали доступными и понятными всем, не только в центрах культуры, где-то Петербурга, но и в таком месте, как из Баро, это деревня, и это Ленинградская область, и это для тех из вас, кто постарше, будет понятная вещь, это первый километр. То есть километр до некоторых зонок подосылается когда-то у тех, кому нежелательно было любить такого. То есть мы два имеем максимум противоречий, но и, наверное, и образ того мира, в котором мы живем, в те высокие, низкие разные, вот это в одной точке, и мы стали что-то с этим сделать, чтобы это место стало памятником, чтобы оно было понятно и местным жителям, чтобы оно было значимо и посещаемо в людьми других городов, то есть реализовать в делах людей. Сложная задача. И надо сказать, ровное спасибо всем тем, кто состоит из Белиховских обществ, потому что мы находили часть общества, которое Белих называл «патрульная часть общества», которая когда-то, благодаря своим усилиям, смогла добиться от государства того, что государство различные его создание музея не звали, и в 30 лет мы в прошлом году видели этого события. Но, хочу сказать, коротко. Будем делать в том, что мы подобрали вчера слайд, потому что наша высокая нота факта, она все-таки скучала, потому что наши проблемы, они правильные, это нормальная, творческая ситуация. А вот эта нота рейха, нота факта, нота культуры, самослого понятия, вот мы хотели, чтобы все-таки такой был твой. Ну вот, такая замечательная земля, вот смотрите, пожалуйста, это жорстное плато, это место, где находится из Лавы, воска и аппетина, великого нового, это жорстное плато. Удивительно, ребята, которые сколько там, которые называются классы плато, сколько работы, сколько изучают и удивляют. Вот, как вы видите, в центре усадьба, да, усадьба не было, потом видите, как начинается уже река, к сожалению, здесь я очень люблю, где там нашел, где, родители, около озера. И здесь хочу маленькую губаву сделать, вы меня простите, потому что я несколько лет прожила в Крыму когда-то, и в Крыму она охотится вот в какие-то соскученные места, и звали, и вот в этой земле. Почему? Это жорстное плато. Дело в том, что жорстное плато – это горка, и высокая, 110 метров, но это горка. И на горке, и утреннике, уверяю вас, это редкое зрение. И в Крыму, если вы будете здесь покупать, и на Маку, где там есть такое замечательное место, это идет центр синего-гняжника, да. Так вот, очень ярко, когда в дороге земля, в горах, в Ниге, начинается река, река из барок, начинается река, но и усадьба рядом с вами, и у нас, 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 и у нас. Дальше мы просто смотрим пейзажи, это плевосходы, это вот такие типичные пейзажи, там, видите, азертицы, это центр Азеринского-Вагозского-Вагозка, в центре, практически, в котором нам просто звали, это Олимпарка, Лето. Ну, узнаваемое такое место, да, наши родниковые озера и там следующие седнибы, которые стали снова звали. И вот разные пейзажи, которые показывают некую особенность этой земли. Значит, земля, ну, картины, не буду комментировать, потому что многие знают, это фрагменты с картины дерева, рассказ о Боге, мальчик задумывается о Боге, о рыжах, то есть мы случайно выбрали силу, потому что сам мальчик дерева задумывается о Боге, о силе, о смысле жизни, да, и звали, о Боге, как он помогал. Ну вот, в юности, здесь тоже электрофотографии, партия, партия. Ну и дальше, те памятники, которые такими промыслами Божьим истечением не случайно обстоятельств, опоздались, кроме уздательных, если у нас окраска избавили, возле чеха имеет училищный дом. Об этом позже. Ну вот, знаете, измените, вы добрались ли греха избавить, птичника грезила на мастерская. То есть мы с вами помним, что папа удивили протягию юристом, и, конечно, старший сын должен продолжить его миссию. Ну и вот здесь проблема, которая была решена таким единственным образом, что сын пустой пробный эрфак, а вечером учился в академе художник. Лекции слушаем на историческом, поэтому вот три таких прекрасных учебных заведения с птичника пересделала в мастерская. Это вот то самое время, когда создаются его известные знания, такие яркие, первые работы написанные названия. Гонец, поставок у нас вчера, я читала лекции Волсской библиотеки, для деток седьмого класса. Я сказала, ну что, конец, вот какая картина, это что радость, это сверху, нет, тревожная, тревога. Ну, не могу, потому что, а вот чуть-чуть, пока назад, потому что вас стал злодородом, и потом еще увидели воспроизведение этой картины. Мас стал злодородом. Что произошло? Место, бородище бородом у нас есть, далек от Лезвара, место, которое далось уже веку. То есть он стал, поскольку вы знаете, что он с этими интересными мастерами, различными раскопками, нашел вот такой интересный памятник. Что это было? Ну, в один раз в лесах есть, что это было, времен, или иных цели народа, это древнее место, бородище, где собирались в какие-то моменты особые. Ну, вот здесь, не случайно этот фонд, бородище, вот такие вот центры мира, да, и центры такого спасения, и другого воссталого народа, то есть началась нежилособица. И со мной и писал, что, а может быть, вот этот человек, который едет в стаис, да, который едет в стаис, он потом и приехал, и собрал тот самый совет, здесь полица старца, они собрались, и решили мир на какое-то нагревание. так как все миротворческие ословы, они уже были заложены в этом, в поиске, истинной культуре, в истории культуры России. И дальше может быть, потому что это два образа не типичные для Извара, это то, что это такая замечательная инфульсия, поскольку Извар очень трудно представить, не видя каких-то вот образов, которые надеются на примерочном время. Ну вот, ведь это просто картина, они любят из квартиры, там, в последнее время жили всем вместе, перед тем, как они вернется, и вот такой, срочно очень перезодна, работа, которая была подарена нашим любимым братом, братом Валиси, в этом месте, в этих квартирах. Подарок Рады Елены Сотницовой, сотрудник Эрбитажа, представитель Родови. Ну и вот, эти картины, которые напитаны из Вали, то есть, дальше, я покажу, пожалуйста, я буду говорить обоих о том, что идея миротворчества, взаимодействия мирного, была известная картина «Вечерк» была дырства киевского или «Как переменять богатырина висею». То есть, действительно, программная картина, картина, которая вызвала, неожиданно для нас, вызвала пули монстр, когда мы пытались ее предвести на ложке мыши, которая была неизвана. Потом мне сказали, что ты неожиданно не понимаешь, что жечь богатырина киевского, это вызвало такую грязь. Но так это замечательно, если мы напомним еще раз нашим друзьям и братьям в Киеве, что как бы в Киеве окаменели, что с ним случилось. Они восстали силу небесных против высших, силу против Бога и окаменели. Это окмененное бесчувствие, которое мы молимся, что не дай Господь мне окмененное бесчувствие получить. Ну и пейзажи, которые Киев воспроизводил, это пейзажи жёсткого плато, озерецкого погоста, центра этого погоста, это одно из самых высоких мест, сакраинных мест. То есть, так получилось, что Ивара скусалька находилась в центре озерецкого погоста. Это очень серьёзно. Вот старцы сошлись, вот старцы решают миром. То есть, идея призыв к миру, миротворчеству, она возникла уже в юно-фонисте, студентам он это почувствовал. с этой идеей она подправляет миротворческими находками, где разные имена живы, и они дневно общались. Фактически эрех в нашел мир. И теперь смотрим очень быстро, потому что вот в этой вот знаменитая картина, которую люди очень любят, и на самом деле это тоже священный дух, который с твоям удалекло это имение, где действительно собираются старцы, и где действительно были встречи времён, это особая страница именно эти свидетельства, и это очень важно. И пейзажи эти, которые обращались в певцах, в поездах, и работах самым разным на темы Руси, на темы русско-индийские, русско-азиатские, то есть это та лимна, которая поздновила и насыценно эти работы таким содержанием. И вот то, Алексей говорил, действительно научный ситуарь, 14-й год, то есть Великая война в прошлом году, мы все отмечали как, или раньше, события Великой войны, как реагируют лидеры, которые разрушаются с опором библиотеки, он создает такой грозный плакат, и у нас однажды он у нас был из фонария библиотеки, да, и он живой показатель на выставке, пока очень сильно очень грозный врат рот человечество, то есть вот тот самый враг, с которым все выгодимся, этот враг доберет сейчас столько образов, он не всегда такой грозный внешний, но на самом деле действительно опасный для того, что он хотел с вами. Ну и вот те работы, которые вам все известны, еще раз сегодня, в этот день, велика счастья 9 октября, надо также вспоминать о пути Игоря, его идеях, о том, что он нам на тему для нашего беспокойства в жизни, потому что культура сама себя не защитит по своему любви. Что можно сказать о творчестве эриха? Вот здесь фотографии Японии Эриха Школы Почти и художеств и вы все знаете, что главная мечта его была отдать детям всем, независимо от социального вложения, отдать искусство в руки. То есть об этом мы забываем, потому что когда религии говорили, что пак это особенно образовательные птицы не забываем, это не тетя закон, законы могут быть премии, они не будут работать, потому что наши дети его с вами будут, скажу. Яркое доказательство, как только у нас слабили связь со школой или школа занималась чем-то другим, мы себе буквально на крыше музея испытываем, как в наш сад, который мы посадили, собираются по ночам дети, не дали яблок попробовать, мы их угощаем этим яблоком. Нет, они грозны их сормать ночью и угроза в музей. Ну вот так, да? Значит, значит, нашим Ивана Ивановна, которая без нее, конечно, без такого тандема, очень сильно, в реальные существительные прекрасные деревья. Первое издание, в котором учреждения начинались с армудейками. Дальше просто будем показывать к вопросу о том, что такое пакт. Пакт образования, пакт посвящения, пакт это некие возможности для посвящения в каждой точке пространства, будь то из вары, деревни, будь то город, будь то станица и, конечно, нужны совместные деревья. Рерих дал идею, Рерих осуществил, несмотря на воинливые функции, сопротивления, на предательство, на все то, что мы с вами знаем. То есть он это осуществил и обещал нам. Что мы имеем сегодня? Алексей абсолютно точно сказал обязанности государства по отношению к культуре очень великие. Государство на уровне принято законы, принято решение, так же как из вары это доказательство того, как когда-то без общественности, без усилия общественности не было бы созданного музея, он наконец был создан. Он был создан в маленьких комнатах советского поселения и мы потом уже когда приехали из гвардии сделали так, музей был не только крупным, но и расширен территорией, а далее. Но что могу сказать? Как только общественность успокоилась, а она естественно да, мы сделали музей, мы помогли. Очень многие настолько вложили сил, что здоровье, что на самом деле это было очень серьезное и будем об этом писать и это дело поднимает. Что получилось? Мы государственные музеи в основном один из 30 филиалов государственного членов бруссуры музейного агентства. Квайна на этом большое совещание у нас большая активность от просто отдела музейного агентства. То есть убирается печать, убирается многие извиняются того, что музей. То есть музей становится непонятно чем. Сегодня вам сколько что проблема извары не усилия, потому что только наши усилия уже не достаточно. Потому что степень персонального использования снятия очень передача. В общем комплекте в маленьких музеях по области у нас нет шансов, что именно изваров станет тем самым центром для творчества, той самой цитадемией, о которой я, наверное, мечтала. меня задают такой вопрос себе 25 лет, сколько я работаю. Если вдруг приехал извару сейчас, чтобы он увидел, как бы он отнесся к тому, как сохраняется место, которое он так любил. И вот здесь могу сказать, что сегодня наверное какой-то призыв захотите о помощи, потому что ненавидим не справиться. То, что извара достойно стать обоверником, наверное, здесь нет людей, которые бы не были с этим согласны. Что музей достойно быть музеем-заповедником, который знает, что если какие-то добрые люди жертвуют деньги, то они будут использованы. Если мы что-то заработали, то мы можем использовать то, что мы можем с вами рационально использовать те средства, которые государство выделяет. Это не просто потому что есть некая уже привычка, но может быть, если мы проявим и выдан наши друзья, общественную интересованность в рамках того, что предложил Алексей совершенно справедливый комитет аквы на сегодняшнем этапе. Давайте может быть эта самая точка опоры, без вары предлагаю, сделать такую точку опоры, чтобы мы могли еще раз заботиться о Среднем рейху, потому что его любимые места, и значим историческим культурным способом, природным, чтобы они были защищены. И будет в конце, потому что там очень важно не все культуры, которые в прошлом году вызывали, там очень много, да? Если можно посмотреть в силу обстоятельств в том числе нашей экономики за эти 25 лет, могу коротко сказать, тем, кто из вас стоили на наши культуры. Если когда я пришла, мне было порядка 200 единиц хранения и таких, ну, продукции, да, хорошие и, в общем, потопили материал. Сегодня у нас один с половиной тысячи единиц хранения. Здесь больше полного тысяч миллиарда фондов. Очень большая количесть партиологии, которые представляют историю этого гравия, и у нас в планах тогда небольшой ракетичный ракетик. Могу сказать, что потенциал изварив, он исчеркан, потому что это действительно уникальный партик природы, уникальный партиологий, нами зафиксированы селищи, то есть Серняково поселение вызвали, и весь комплекс памятников артилогии, культуры, истории и реверка, и усадьба, это все извары, но при поддержке тех замечательных деятелей, культуры, которые мы сегодня здесь в нашем нашем видео. Не случайно Сергию столько посвящено артилу реверку, не случайно сергисами ради земли русской благословили на победу. Я думаю, что, конечно, мы все чувствуем, что Сергию и сейчас и нас благословляет и благословит на то, чтобы мы одни свои усилия в деле защиты ценностей культуры вдуем папку, потому что, как сказал Кузовик когда-то, присутствует подписание документа, он сказал, что значение этого папка гораздо выше, чем просто документ спала. Эта идея действительно духовная идея, которая нужна человечеству. Я, конечно, я уверена в том, что с объединенными усилиями мы это сделаем. Поэтому спасибо большое. и постепенно накапливать для решения конференции, что вы хотите. Международное движение знамя для запыта вступить в единение в рядах расследователей рейд. Время в рейд. Атаку, пожалуйста, Антесовна, как свет включить или достаточно свет? Это как включить свет. Спасибо. На то, что предназначено войну, у меня сменились даже фашисты. Так оценил главовство наших включившихся в Сирену. Александр Сокур в своем выступлении на престижном кинофестивале Венеции. Он в нем участвовал и со своими фильмами в франкофоне, в котором рассказывали за спасение Сокуревича Лукбола, когда Франция оказалась в предыдущем. Режиссер с горечью опыта его окрашает, что Франция из Лукбола, а Россия из Эрмитаж. А что мы можем сказать о Франции? Не только Сирии, но и весь мир боется на исполнение ультажа. Ведь Франция как минимум 4 тысячи лет. В город Франции был разрушен на Сирии и разведен его мной великим Соломомом. И дед утверждает, что в этот раз устроили джимы, которые он умел управлять их действительностью. Люди не смогли бы создать свой прекрасный город. В 10-м веке его разрушилось в предыдущем, а в 15-м в окончательном этаже на льдинские войска. Разваянный полимер возникли из песка в 1678 году, когда на них возникли два туристых пульца. Систематические распорки начались лишь в 1920-м году и продолжались до последнего времени. Ныне то, что столько лет хранили пески, откосимо открывали и перешли хранить архивы голые, возвращая на очень важные усилия на странице истории человечества, превращено в другое камни в политико-ревидионные диколеты. Но, как мы знаем, где эту культуру, там нет будущего. Чем Павел Павлович писал дядю и снял его интересовую книжку отнятия в 1902-м году? Тепенешняя культура, как и начало, работа в своем будущем. Работа, которая продолжается, может быть еще десятки тысяч лет для того, что хотя бы в далеком будущем человечество узнало истину настоящего Бога. В 2004 году нас в районе пригласили в Сене, где он писал ютюбер, об одном половине своего картинка российской церкви культуры и науки Дамаса. И тогда, в чуть-чуть других достопримечательностей, мы посетили под ним. Открывая лески, остались в 50-х годах, в моей очереди, на фотографии, которые мы сейчас видим. Теперь это ценнейшее свидетельство в древней истории, память об этой бесценной культуре, стеркастью за землей, руками невежества, оккультурных людей. На восьмой международной нашим фактической конференцией военнослужения здесь, в Петербурге, которая проходила в предыдущем году, я выступала с докладом от юния до северных политиков, поэтому в Валоне пишут очень приятно, в котором рассказывала об этой женщине-пустыне. А сегодня мы привыкли вам. Один из оставших в Валоне остальных, к сожалению, уже ушли, они все уже в частных коллекциях. Один из оставшихся институтов Валония Есени, который... вообще отражает... вот сейчас... Вам надо... Валония, пожалуйста, предпринеси, который мы подносим в музей-институт. Здесь изображено уникальное место. Это подземный храм, где был крещен в христианстве апостол Павел. Валония Есени. Валония Есени. Валония Есени. Валония Есени. И вот рядом на моем дверке стоит тот же российский этюд. Этот, наверное, можно, Ну, как вы знаете, как и все, что кто-то без старых смертельских столбик, он будет путешествовать за ругодил, но мы уже раньше его подарили Алексея, который он принес из своего дома, и сегодня как раз он съест, и еще раз посмотреть на эти места. А теперь давайте поговорим о том, что же нужно делать, чтобы примером подобного методина становился сегодняшний вечер. Прежде всего, что делать нам последователям великого мемориста, давшим миру факт о необходимости сохранения культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и его силу знаний мира. В разных странах это знание, как в разных местах культуры, рейсов и на улицах городов, во многих музеях и помещениях общественных организаций, есть случаи государства принятия этой силы, но пока еще не мог ни концепция культуры рейха, ни стали всеобщим достоянием народа за миром, массовое сознание людей еще не разрушило. И голос последователей рейхов, взявших, вызывающих на первостепенном значение культуры для строительства будущей цивилизации, пока еще очень слаб. А ведь именно рейховцы стали стоять в первых рекомендах за время нашей жизни. Мешая более действия, чтобы пропагать и значение культурных ценностей, именно в рейховском ключе, разобщенность разных общественных организаций, стоящих, казалось бы, на одной идеологической платформе гумандии и материалов. К сожалению, в действительности в нашем районе сопротивления нет единства, в целом опасности разборки, причем часто они ведутся в форме базарных перепалок, неприемлемых для культурных людей. Агрессия, убежденность стопус своей правоте, неумение запускать иностранные мнения, все это не полный перечень того, что процветает в среде так называемых проектов. Однако есть и другие, но часто из-за комнатных просторов, разделяющих нас, мы плохо знаем друг друга. Попытки всех объединить и примирить уже не так принимались. На протяжении многих лет этим занимался Валентин Митропанович Сидор. Вот мы сейчас уже пройдем на эти фотографии, а остановимся. На этом занимался Валентин Митропанович, возглавлявший международную ассоциацию межчерств культуры. После его смерти эту работу продолжили его сотрудникам. И сегодня это, пожалуй, самый яркий пример успешной работы. А, поверьте, у нее стал стремительный форум в коммерческом субкультуре восстановительства. В 2010 году настоялась учительская конференция международного движения «Знание мира». Председателем органитета был известный индуст, упорил совместитель индустрии индустрии «Сидор Калинин» и «Ран», большой друг и ученик Святозава Николаевича Рейха, один из организаторов советского форума Рейха, то есть Слава Борисовича Рыбакова. Его совместителем являлся молодой актер, режиссер, сценарист, сценарист, главный герой многих детских передач на телевидении, таких как Низи Вайс, Раппарайчо, Ругаля, Зок, Суми, Гудельник и Юлик, Федор Евгеньевич и Федор, которые он наиграли. Совсем, как я сказала, огромная резина работа, съемки, отзывы, но даже, Бог знает, что еще, еще раз работа в том, что мы смогли видеть на телевидении. А еще он первым в нашей стране начал снимать аудио-визуальные программы «Оплаватский», «Семьи Рейховы», «Твердяевы», «Вадоши» и «Ноиды Люби». Что он делал это он? Профессионально. Что родительно отличало его творение от последующих самодельных программ «Ноиды Люби». Рейховы. К этому времени его имя хорошо было неизвестно, так как именно он был одним из главных организаторов Учредительного собрания Московского Рейховского общества. Что там пораньше было? Вот, вот, где-то, вот это, вот это, дергал назад, назад, вот. Опять, все, вот, вот, вот видите, все классные. Это Учредительное собрание Московского Рейховского общества на трибуне Советовского. Учредительное собрание Московского Рейховского государственного музея «Восток». Собственно, я лично именно там с ними знакома. И еще, незадолго до Учредительной конференции «Знание мира» по инициативе Пети «Вестибюле Федерации мира и Согласия» было удержено от знаний мира. И вот там есть еще картинка, где у нас, вот видите, там сказали, вот, вот так выглядел этот вестибюль, вот так, наличие там, подвижение. Секретарем от комитета этого движения была автором, а тогда только старший главный университет и основатель джунтового перевода. Движение это зарождалось в кабинете Ростислава Борисовича Рыбакова, где раз в неделю мы втроем собирались и по много часов в обшелке, как кабинет Рейховский, пользуясь будущей страной и культурой. Мы тогда называли это незабываемые встречи наших поселевников. Они были полны надежд, вера в свою миссию, а также юмора. Ростислав Борисович Рыбаков и Федер, которые были великие юмористы, и они великолепно изображают всех знакомых нам людей, особенно Ростислава Борисовича. Чудовалась копировать Святослава Николаевича Рыбакова. Вот как писал о принципах и основном движении Ростислава Борисович Рыбаков. Многие нашли единомышленные, немалыми руками движутся вперед, вершинным духом и глубинным созданием. Они уже здесь шагируют через грузы с их станцией, через продолуку, прежденные встом, через какой-то единственный каменный путь, от которого шаг влево, шаг вправо считают свободным. Солнце Российского Ренессанса уже показалось в интервью зону. Сотни и тысячи таких групп действуют сегодня на просторах нашей страны. Так зачем же по-нарку с нами запретать, чем покой за движение? Зачем объединять их всех как будто новую структуру? Движение знамя мира не запретается и не создаётся. Оно давно уже существует в нашей стране. И отдельные люди, стремящиеся к освобождению своего творческого потенциала, и группы единомышленных, объединённые в обществе, фонда, союза, ассоциации, устремлённые к подковному зацелению России. Все они вместе, где есть это движение. Это реальность нашей сегодняшней жизни. Но это движение должно осознать себя именно как движение. У него нет, что не имеет. Конференция дала ему ответы. С нами не расставили диэрой, с нами не раскрасывали через культуру. Движение распространено. Участники не знают друг друга, усилия пособия. Учитель Эконом-конференции дала имя. Нет, не единых структур, это было по абсолютно безумыслам и любителям. А в свисующую нить, в виде информационно-консультативного центра, создаётся единое информационное поле, позволяющее знать о других и рассказывать о себе. Присоединяющиеся движения будут чувствовать в топе друг друга. При этом все равно, все обладают молодой творческой самостоятельности, свободой самопрожения. Никаких депутатов, правителей, исполковых, никакого формального иерархического объединения. Слишком много, печально, к примеру, актуальность. Двери на ход и выход широко от предпринимательства. Для всех, чьи убеждения позволяют им подписать единственный документ движения, договор об общих принципах, и чьи объединения, конечно, совместны, которые возглашаемые, в моем архиве есть, в сердце, которые мы забыли. Дальше, что мы хотим делать? Один вопрос, я сам, одна минута. Ну, я бы вы потратили пару минут, мне не очень много, сейчас осталось, но учили, а что мы делали? Две минуты. Просто мы же не говорили. Две минуты, я не смог, прошу прощения, что перерываю, у меня сердце кругом бивается, чтобы все, наверное, друзья, любимые и так далее. Но я хочу сказать, что мы в 12-30 должны совершенно черно закончить, простите, это я сам, потому что в 13-30 церемонии, и мы сдвинуться не можем, мы выключены общие результаты сегодня программы. Простите, две минуты. Так, я не пропускаю. Все. Дальше идут совершенно замечательные слова, которые, я думаю, нам всем полезны отручения, потому что такого действия ничего, после этого никто не забудет. Помним, что объединяться делом не ради корения, а ради, в общем, этого дела. Не вокруг вечности, а на основе витеки. Все пропускают. Мне кажется, что все эти слова, которые я пропустила, в том числе, и, в принципе, не устарения в полке разумных, вновь и в 20-30 лет. У меня сохранился список приглашенных на учреждение. Я перечислил название других и некоторых организаций, участвовавших в этом собрании. В том список был обновлятый 20 лет, как черноковный, распространенный предъявление нового движения. Это был Московский общественное время, Российское государственное время, Международное время, Международное время. Это были Ассоциации «Мрачные культуры». Это была Ассоциация «Русь-Восток-Запад». Институт «Крутизм» и «Болучшие» и «Куртизм». субтитры И для того, чтобы, опять же, я хотела сказать несколько слов о Дете Филе, это было самое главное взаимодействие на его успехе, потому что Дете давно знали не было. В начале 1999 года он пришел в жизнь в 39 лет. К этому время я не заканчивал. И то, что сделал Дете, вот я, конечно, перечислено, я не могу сказать, хотя бы вам, но вот он говорил. К этому мнению «Зелёные приказы развития европейского движения» создала его адрес-минициация в православной церкви. Приборковский совместитель, пришел на директор СМС, который занялся научной работой и защитил конкурсную ситуацию. Поэтому основные несмотонны для общественного дела. Об осаплении и задумывании своих организационных долгов, сидел на декабря. Главное стало вопросом желания. И тут уже было не перейдено. И хотя журнительно нашло бескорыстно, не перейдендущего на безграничной власти почитать. Чем все закончил, все присутствующие знают. А теперь, научившись многому, мы снова созрели генеральный санс, но уже давно эфирский образователь. Переединение капризнации и деятельности из всего сегодня. Я уверен, что мы сможем продолжить, или у вас еще будет возможность рассказать, а у вас еще будет возможность продолжить знакомство с этим предметом о наших совещаниях, потому что это имеет большое практическое значение. Спасибо. Еще раз. Две минуты, Владимир Владимирович. Нет, я просто добавлю к своему выступлению, не перебиваю, что надо акцент. Ну, во-первых, вот этот этюд, один из тридцати акцентов с вами, вряд ли кто писал в этом месте. Просто он уникален, по-своему. Второе, вот я хочу показать книги, где об этом все рассказано, и хочу к этому этюду в вашему музею тоже подавить этот акцент книги. И вот тридцать восьмой номер на вот этот. Огромный список. И последнее, мне кажется, что сегодня, конечно, серия Амира, это вот для нас потерь для объединения. Это надо смотреть, как не надо делать. Спасибо. 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 Огромное. Огромное спасибо. 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 трудная задача. Мы работаем практически 3 часа без перерыва, так чтобы закончить Рома, как я уже сказал, 12-30. Почему? Еще раз обращаю ваше внимание, потому что мы общей в недавней программе сегодня, и сегодня здесь будет большое празднование связано со столетиями буддийского храма. Вчера это было. В общем, в упорах мы еще об этом тоже сможем поговорить. Я передаю слово Владимиру Михайловичу Шуфстову, гандидату философских фунтов и старшему научному сотруднику института восстановления Российской академии нового продвижения Парк Тагалитного института. Здравствуйте, дай, 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 дай. Микрофон. Микрофон, боже. Так, слышно? Чуть-чуть повыше. Слышно? Слышно. В 1947 году Елена Ивановна Рейха писала Святославу Рейху и Деревну. Как счастлива была бы я, если бы именно Индия, столь нами любимая, подняла бы знамя мира, знамя культуры. Действительно, жили в Индии, широко распространяя по миру факт Рейха и знамя мира, Рейхи не могли обойти эту страну в день продвижения Бахта. Как известно, в 1930-е годы в мире была проведена колоссальная работа по распространению департ Рейха и знамя мира. В Европе в 1930 году были созданы национальные комитеты Бахта Рейха и знамя мира в Париже и Грюри. А затем в Грюри в 1931 году был создан и Международный союз Бахта Рейха. В 1991-1932 годах Грюри проводятся две международные конференции, восстановившие соответствие их проведения в жизни детей Бахта Рейха. В обеих Америках в это время также шла целенаправленная работа по распространению департ Рейха. Основную нагрузку в этой деятельности взял на себя музей Николая Рейха в Нью-Йорке, при котором также был создан комитет Бахта, который фактически стал главным фокусом всей мировой работы по продвижению Бахта. В 1933 году в США, в Пашингтоне, состоялась третья международная конференция, посвященная Бахту, в результате которой была принята резолюция, одобряющая Бахт Рейха и знамя мира. Комитет по делам музеев и Лигии Нансовы были со своими одобрениями резолюцией. Многие общественные организации и известные деятели направляли своих письм в комитеты Бахта Рейха, в которых выражались через элеганты с идеями защиты Бахта. Импульс от конференции в Вашингтоне отозвался на другом конце планеты, в Токио, в знак солидарности, там было поднято знамя мира. В 1934 году создается комитет Бахта и знамя мира в Армении, там тоже поддержали инициативу Лигии. Наконец, успех трех международных конференций был закреплен важным по историческим масштабам событием. 15 апреля 1935 года в Белом доме пакт был официально подписан представителем США и 21 государством на дискомете. Подписание состоялось, что очень важно, в присутствии президента Соединенных Штатов Америки. Брандина Розетер в Белом доме. Примерно за полгода до этого события Елена Ванновеева по поручению великого учителя вступила в переписку с ним, указывая на необходимость наращивания усилий по защите мировой культуры в преддверии с общим предустройством мира. Розетер в свою очередь выступает вечно на церемонии подписания факта Рейха, продемонстрирует он понимание внутренней судьи факта. В частности, он сказал, предлагая этот факт для подписания народа всего мира, мы стремимся к всемирному применению одного из важнейших единства в сохранении сопременной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение, гораздо более глубокое, нежели выраженное в самом контексте. Подписанный в 1935 году в Вашингтоне Патрелиха дословно назывался договором об окраине художественных, научных и опочетных научных учреждений и исторических памятников. Знак знамени мира был утвержден как отличительный знак для идентификации Алиэкта Патрелиха. Договор был ратифицирован Сенатом и Президентом США. Таким образом, открывались широкие перспективы для принятия факта и другим мировым державам. 8 мая 1935 года Николай Патрелих пишет почерк про движения, который перечисляет все итоги движения факта Патрелиха. И по мысли Патрелиха, он так торопит, что каждое движение должно быть полезным на движение. Несмотря на сложную политическую обстановку в Европе, в конце 1930-х годов движение фактов там удалось продвинуть еще шире. В 1937 году состоялся первый конгресс Балтийских пленковских. Общество поддерживало создание армитета Патрелиха. Таким образом, в обеих в Америке, в Европе и на Дальнем Востоке, в Китае и Японии до начала Второй мировой войны идеи пакта в той или иной мере были превышены. Это был реальный успех всей света. Работа по продвижению пакта проходила в это время не поздно, а она стала важной частью работы по продвижению пакта и знамени во всем мире. Вакцинационным центром по продвижению пакта в Индии стал комитет пакта при учрежденном лекарном институте Гмалайска с Лидом, который работал в тесном сотрудничестве с комитетами пакта в Нью-Йорке и Париже. Работа по продвижению пакта в Индии началась широкое информирование инвестий общественности о том, в чем состоят основные идеи пакта, а также как продвигается дело пакта в других странах. В особенности хорошо была освещена деятельность международной конференции парта релик в Вашингтоне. В Индийской рационской прессе будет опубликован ряд статей сотрудников реликов – Шклявера, Крам, Литмана, Шибарева, а также Пакон и Румакова. Кроме того, на многом множестве пречатались материалы, посвященные божественной и общественной деятельности релико, а также его статьи и лимонады. Буквально сотен изданий индийских различных на разных языках не только на английском, но и в Бенгаре, Курму, Тиму, Донецк, Сенграевск, Бенжак и Жюнь. Вот там все было опубликовано по развитию движения пакта в Мире. Это действительно такое очень массивное было врос информации в Индии. Но эти продвижения идеи пакта в Индии не ограничилось. Были разосланы письма об общественных организациях, идеям, деятельность, стройбой, поддержать эту важную струнную инициативу. Многие из них откликнулись. Раби Транат Тархот в 1931 году писал вверху следующее. Ваш пакт мира с его знаниями на защиту всех культурных самоплощностей будет исключительно действенным символом. Он окажет на рекорд идущий воздействие на культурную данную науку. В 1939 году буддийское общество Маха-Охи в Калькуте составило послание, которое приветствовало директора конференции Вашингтона. В нем говорилось, индийские худдисты особенно чувствуют необходимость такого пакта, так как они сильно пострадали от многочисленных торжений людей. Ни один худдист не может видеть без чувства глубокой скорби и возмущения поврежденной статусы. Высловенного худды развалили здания университетов в Токсирии. Известие благородных усилий профессора Ририка пришло к ним на начало новых лет. После подписания пакта в 1935 году в Америке в обнике работа в Индии еще больше активизировалась. Важный шаг в дальнейшем продвижении пакта в этой стране имелось резолюция поддержки пакта старейшим литературным обществом Меданеса на Калибра Чалиниса. Это общество полностью подавляет усилия профессора Николая Ририка, направленного на защиту исторических памятников, мусеев, научных, художественных, посетительственных и культурных учреждений всего мира. Таким образом, в Индии до Второй мировой войны, так же, как и другие страны, были сделаны первые важные шаги по продвижению пакта Ририка, а также продвижению людей сохранения культуры, как необходимого фактора сохранения мира и жизни на Земле. Важно отметить, что многие видные деятели Индии выступали против войны. Махарма Ганди в декабре 1941 года даже написала открытое письмо Гитлеру, в котором обвинял его в развязанной войне. В январе 1942 года Индийский национальный конгресс применил резолюцию, в которой выразил солидарность с народом Советского Союза в его борьбе против фашизма. Индия, как британская колония, была в тему войны на стороне войны против Германии и Японии. Кроме непосредственного участия военных действий в Северной Африке, на Украине и Среднем Востоке, Индия снабжала продовольствие в индийских и британских войсках. Через Индию была изрублена часть американских поста в Белиндии. После Второй мировой войны миропорядок поменялся, но идеалы фактов и знамени мира остались незыкными и актуальными. Сразу после войны комитет факта и знамени мира в Нью-Йорке возобновил свою деятельность. Было подготовлено к иммунитиву новое издание о факте и знамени мира. Война принесла огромное разрушение, где политическая карта мира стала меняться. Война ускорила процесс распада Британской империи, в результате которого 15 августа 1947 года Индия получила независимость. Главой правительства независимой Индии стал Джаванлау Неву. Неву был хорошо знаком с семьей Греха. В 1942 году он с дочерью Индия посетил их имение Кубу, где гостил целую неделю. Николай Константинович позже намешает кучу «Пандит Джин», которым с большой признательностью озовется о Неву. Именно «Пандит Джин», где приставка «Джин» говорит о глубоком чувстве признательности и уважении со стороны Реха к этому деятельу Индии. Ирина Ивановна Рейх также была в особом мнении о Неву, как руководителе Индии. И хотя она не писала им при их письме, как это было в случае с президентом Розерико, она также пыталась передать Неву слова Эрикого учителя уже через Святослава и Дерику. «Необходимо передать нашему другу», — писала она Абандит, — следующее, «Неву лучший вождь Индии, а явится победителем, если проявит яркую твердость. Пусть Дерика передаст эти слова сама или через его дочь, когда он будет мамилен, родные, исполните эту махикрозу. Такое твердие могло быть оказано только близкому моему человеку. Было повторено и в другом листе. Вы, вероятно, получили махикрозу передачи слов великого Владыки Бандитов. Если он назовьется, помощь Эрико может быть оказывать на него волной. Она также советовала поддерживать дружбу с Россией. Она говорила, что эта дружба поможет Индии при его нелегкий час. В 1940-е годы Брельев разворачивала большую работу по продвижению людей защиты культуры в Индии. Он устраивает выставки с твоих картин, много пишет на Индийской прессы, поддерживает индийские культурные организации, общается с индийской дивиденцией. 18 апреля 1946 года произошло важное событие. Шестая всеминдийская конференция культурного единства высказалась за утверждение Павла Рейха. 15 мая 1946 года, как повторясь своему очерку, 1935 года «Продвижение» Рейх написал почерк «Движение». В нем он перечисляет уже не международные, а именно национальные индийские организации, способствующие продвижению идей Павла Рейха в Индии. К сожалению, в декабре 1947 года Рейх уходит из жизни. После его смерти в дальнейшую работу по продвижению Павла Рейха «Знамя мира» в Индии продолжила Елена Ивановна и Святослава Николаевича. Спустя чуть больше месяцев после ухода Николая Ростановича Святослав пишет ныру следующее. «Мой отец просил передать вам в качестве дара принадлежащего ему вечно Знамя мира. Этот знак его вакту по сохранению культурных ценностей выпринял все эти боги. Он очень любил Индию, когда еще шикал, чтобы эта страна за ее богатым культурным наследием могла бы возгласить движение культурной земли, а вы стали хранителем символа Павла, принадлежавшего личной имени. Святослав надеялся, что Нерус сохранит теплые чувства в семье Рейха и, в особенности, к Николаю Александровичу, будет дальше способствовать поддержку Павла на правительстве на Пугове. И он не ошибся, действительно, при всей своей занятости, дарил наше время, чтобы приехать и открыть выставку картины Рейха в 1948 году, где отметил его старание о продвижении пакта мира не только по всему миру, но и в Ленинге. Для продвижения пакта на государственном уровне нужно было создать комитет пакта, который сделан при его представлении в правительстве Индии. И он формирует Заня Суфтаслава, я окончаю. Он был сформирован, и у него вошли лучшие люди из интеллигенции индийской, в том числе сестра Неру Крижая Лакшни Баадзи. Она была гримным государственным деятелем, возглавляла генеральную ассамблею ООН в 1953-1954 годах, была в основном в Индии, а сестраил ее фотографии. На деятельность комитета пакта Святослава обсуждалась с профессором Радхат Кришниным и самим Неру. Была подготовлена вся документация, были написаны статьи для рассылки в индийскую прессу, и о своем одобрении пакта Рейха в 1948 году индийское правительство объявило и поведомило об этом Святослава. В том, что пакт был одобрен правительством спустя только год после обретения индийской независимости, когда еще не были отрегулированы деятельные споры и в условиях жесточайших внутрь противоречий штангам, нагибая работы государственным строительством, конечно же, большая заслуга Неру. И Святослав отмечал его заслуги в прессе, мы вдалгу перед рассвещенностью и тайновидностью нашего региона индийской политики. Без него не состоялось это утверждение пакта. Но, к сожалению, на раскачиваемое напряжение в мире и в самой Индии раздираемые шутки, территориальные, религиозные и социально-культурные противоречения не позволили индийскому правительству, заняться вопросом радификации факта Релиха. Хотя, радификации фактов в Индии в жилой выпущенной местной миссии, мы увидим в нее с приоритетом факта Релиха и знаний и мира. В настоящее время, когда они все больше погружаются в глобальное противостояние между силами разрушения и созидания, благотворные идеи факта Релиха и знаний и мира снова усиливаются в значении. Индия, как наследник, законодательный законодатель с закручивающим мировой культуры, должна выступить на стороне заседающих сил, для которых факта Релиха является реальным инструментом для сохранения не только мира, но и самой жизненной земли, пусть человек до этого уже подготовлен. Поэтому, безусловно, принятие в идее Пакта Релиха и знаний и мира включен в необходимый шанс. Извините, что так быстро. Я думаю, что в этой планете можно провести здесь, с российской историей убеждения Пакта, когда все подготовилось, извините, это же никуда не пропало, и этот опыт остается жертвым и действием. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас появилась Светлана Николаевна Иконникова, профессор доктор философских наук, заведующий кафедрой теории истории и культуры Санкт-Петербурга, социалистов института культуры. Светлана Николаевна, слово для приветствия, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за эту возможность необычайную. Вы не представляете, что я чувствовала, что я опаздываю. Уже час прошло, даже больше. И не надо выйти, и все равно, конечно, тоже нет. Прибиться надо. Спасибо, что вы мне дали с головы, хотя я никак не готовила и все равно, какой-либо доклад, просто те чувства, которые меня охватывают, либо занималась наследием Святослава Николаевича, Николая Константиновича очень давно, и многое сделано. Но самое главное – то ощущение, которое возникает от этого необычайной семьи. Необычайной. Много есть и семей, много авторов, много великих людей. Но вот такое, что происходило на протяжении столетия, такое движение, которое связано с этими именами, семейными, потому что действительно так семья, которая вот так вознеслась. И, конечно, мы все изучаем это и притягательность этого чувствуем. Но я хочу сказать, что и в Петербурге образовалось необычайный, такой удивительный центр по изучению наследия Николая Константиновича, Святослава Николаевича, Елена Ивановна, вообще всех. Юрий Николаевич еще предстоит очень много. То, что делает институт, это замечательно. И по голове стоят необычайные, умные, притягательные, гуманистические люди. И я желаю всех благ дальнейших и научных высот, готовых помогать в том, в чем только могу. И не только этот институт, но и из ВАР. Николая Николаевна. Николая Николаевна, не помню, да? Анатолий Николаевна, да. Но Ольга, Ольга… И были мы недавно там. И это тоже то, что в Генеральской области есть такой огонь, который исходит из этого путевеченного места. Это так. И такой-то есть просто аура движения коммунистического, очень активного. То, что и губернатор Петербургской области тогда был на юбилее и говорил о том, что и школа искусств, которая создается в области, это тоже рынок. И последнее. Я сказала, что удивительное какое-то свечение идет. И идей, и самой жизни, и облика. И они все-все более и более становятся и актуальными, и близкими, и значительными. И хочу сказать, что был такой просто момент, которым я очень горжусь. Потому что я была знакома со Святославом Николаевичем. И далеко ранее тоже был тот момент в Болгарии на большой конференции, когда обсуждались проблемы коммунистического развития личности. И вот это первое такое видение, оно со мной все время. И когда я писала учебник по истории культурологии, культурологических идей, там есть глава Ревиши, которые я написала, я думала, ну, эпизод учебник и эпизод, что вот автор встречался, нехорошо, не надо. И я решила его оставить, как скажет редакция. И если редакция скажет, что-то неискромно, ну что же, вы представляете, учебник, который расходится, который переиздается, там будут вот такие события, такое событие немножко. И оказалось, что, во-первых, подержало издательство и редакция, вот такое включение, чего не бывает вообще в начальниках, удивительное. И вот все, что происходит с этим именем, с этой семьей, с этими идеями, все обладает какой-то удивительной внутренней энергетикой. И эта энергетика позитивна и дает нам силы. Спасибо. Слово предоставляется Магдарения Аугаса Дагрелянин, доктор медицинских наук, послан для культуры при Комитете культуры Союза Балтийских городов, вице-президенту Латвийской ассоциации речи и скульптур, председателем Витомского комитета «Знамени мира», про возглашение Литвы с публикой мира и вручение парламенту «Знамени мира». Пожалуйста. Дорогие друзья, хотела бы начать свой докрад с большой благодарностью организации вам на первой репетиции за приглашением и возможность поделиться главными новостями. 10 сентября 2015 года в Плеве произошло событие значительное не только в истории Литвы, в Литве мире. А висен доктор Анистер Андреас, президент Международного богатета «Знамени мира» и он под именем Комитета провоскласил на Виттуру Республикой мира и вручил все ему литвы «Знамя мира». Это первая идея была в расшелке Республики мира. Как это вопрос не заинтересовало, что его митва стала первой Республикой мира в мире? Это результат святых трудов ни одного поколения. Про воздействие новой эпохи Армии Йока и Патриэлька были этими толщками, которые разбудили сознание для других любителей в первой половине XX века. Благодаря из треи эпохи Шабрикин в 30-е годы писательства мира в Латвии, это не случайно, так как в рейтинге Майя река и чиновнистские на следующем поведении переживаем в Латвии. Яруция на травму мэра года началась в 1955 году после подписания партнерика Вашингтона как раз в Латвии. В мае того же года учились в Демолитовской рейтинге после общества, которые, как и Патриэль, он празднил в 80-летие. В мае в результате года на состоявшемся заседании министра иностранных дел припалки, министры известны с узорами, предложили сраблифицировать факт ленинга, но решение не было введено. После этого в литовской рейтинге в сообщество провело большую просветительную и организацию за организационную работу и 68 дающихся обществе и демилист в 1936 году приписали наморанку Охрян и Патриэль. Тоже само е полазделано и у Латвии в сраблифицированном году, где смотрели на общину наморанку в Сраблифалтику, и сраблифицированном году в Сраблифалтике, и сраблифицированном году в Сраблифеевлазе в предпочитава. В то время Мали и Африя были расстроены против Патриэль, началась фотографа во второй документе. Детельно-сраблифицированного рейтинге общества в 1940 году была прекращена. В 1939 году почти всички в виду общества и связали им 18 человек, гляда в Солнце и Солнце, а имущество подвескованным. К счастью, все другую жизнь. После возвращения началась нелегальная работа. В 1989 году Литовское общество было постановлено, в ее время прошлого года и обещалось 25-летие восстановления общества. В военном рейте настроили восход Литовского общества и ее продолжение после его свободы, сыграли большую роль в обозвращении любителей для культуры. Ксении Литвы в 19 июля 2006 года и ее стартует от мастер-геря как детку в Киеве в городе памятник в Дарке. В Путь Сетири международной веки защиты культуры в школах Санкт-Петербурга и в некоторых рейтингах организациях уже отмечалась в 7 недель любителей от мастер-герякс с последних предпочтого столетия. Но в Литвуя рейтинг пришла в 1905 году, когда представители Милейниковского и Жене Латвии в главном констатуре и его на мастер-герякс и имели идеи восстановления факторов. На Казахстане конвенция в 1934 году не способствовала парни культурному освежению и военных конфликтах и после Латвии в Киеве в Киеве они уже несколько лет обращались к комзонки в международных институциях и общественных в Киеве в том числе ООН в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве и получил поддержку изверхов в организации РАКИ и России и Киеве в Киеве посоветовавшись с Юрием в Киеве что восстановление факта Релико в предыдущей ситуации пока невозможно но стало сутки вновь и от культуры на нас в апреле в основном и в мир и поддержку получили призраку при встрече с Санкт-Петербургом в Киеве в Киеве в Киеве а также с вами уцитива общественных организаций и все в скорей общество и у нас и других было подписано обращение в Киеве и Республике в Киеве в Киеве было объявлено новую культуру в Киеве с надеждой что день культуры будет высоко и в Киеве и станет всем мирным было предложено что ли на этом празднике подрушали знамя мира как общий символ и многих народов и культуры но знамя мира не было заполнено в 2009 году в Киеве после областного гостей спецификации и в Киеве рекомендовали что вселепие подружиться над миром и культурой каждый столет торжественно поднимается в Киеве в Киеве в Киеве в Киеве и в Киеве подтверждая самую высокую ценность человечества около 100 миллионов мира этот день развивается в Киеве с каждым годом это число увеличивается как и с каждым годом в общественной стране все больше отличается в царстве в Киеве в Киеве в городах происходят международные муфриницы которые напоминают и утверждают в пьер культуры в тот день заключается и unes культуры в этот день праздников фото в крестовство всех углов Г Carroll культуры в культуре и его это шräг В этом году дальше отличается 140-летие для рождения чужого сына. В этом году в 2012 году в Литве пользуются требования знамени мира, объявления Международного Комитета знамени мира, вложилась новая университетская работа. Согласованность с общественностью, вложили шесть городов мира. В этом году стал российский город Елес, который в 2008 году был провозглашен городу мира. Продолжили международный формул городов мира – два университет. Также провозглашены семь школ мира. У некоторых из них постоянно достижено знамени мира. Придем первое, пока я не смеюся на данный мир, пустого года – это пустого года. В первое – это пустого года, поставляющая во всей стране знамя мира. В честь международный движение со всеми лета, по пустого фермерам мира, которому дала в межритет два, узнали, чтобы в эти дни возблочные граждане мира, которых знамя мира у здоровья на пустого дня. В Аргентине у Законина подняли знамение мира в Международный день мира 21 сентября, а в 2400 году и 15 апреля в Мирске, который от одной из первых стран, так называемый факт Эрика, Международный комитет славяне мира по благородствам преследователям Харьковской Федерации, знаменитой актрисой и феноменанты Нобелевских Дверей и Мира, проводит распространение в мире и вместе творит мир после страны и другие страны, далее и возникает знамения. В последние годы на ее основу очень долгое время на Мирске, в течение счастья, поддерживать связь с другом и с другом в Международный день. В прошлом году произошла личная встреча с другом в Международный день в Международный день. И попросили, чтобы тогда вручила знаменитая Сейвы Виктория. Наши решения делали основанным на том, что Сейва Витовскую Республику свободен в день в 1913-м в мире. Каждый год победит знамение мира и Витовской Республики обществу, совместность и в силу науки, посвящение культуре Сейва, проводит в Сейве международный комитет и культуре. Эту виду Сейва торжественно подвигается знаменитая. Доктор Алиса Владимировича сообщила, что она не только улучшит знаменитая, но и превосходность культуре с другими верами. Этой сходу после 18-го сентября в первый день на следующих сессиях Сейва. Далее, как постоянно достижено в здании президента Аргентаса и Донсу Безнаусского. Так как в прошлом году нам училась знаменитая в Альгарском крае и в обосвозье на его территории мира, ведут торжественность и у нас присутствовали координаторы Божьего Рудого комитета знаменитая в Альгарии, Светланы и Петечества в Сапуе. Доктор Алиса Владимировича, Светланы и Петечества в Альгарии, в Альгарии, в Альгарии, в Альгарии, в Альгарии и в Альгарии. Ученые, одежды, драмы, от имени женщин-чувашек. Вы понимаете, что предотвращение в мире с такой мирой, в чьей-то самым невозможным лицом, которые они сегодня есть, обязывает многому, не только нас, и всякому, но и каждого, и другими людьми. Со многих сторон должна меняться жизнь в стране. Человек-знамин мира развивалась не только в внешнем пространстве, но и в обучении жредом наших сердцах. Это важно в том, что Литва является географическим стендом Европы. Вы понимаете, что это возможности только с помощью наших тысячи прокурорителей и друзей Запада и Востока, Севера и Юга. Мы верим, что восстанинный мир станет приоритетным начинанием для каждого прогрессивного государства, а в семейной культуре станет самым знаменательным и торжественным праздником человечества. Если ранее факт религии, как и сказано с защитой культуры, в настоящее время он становился идеей мирного существования стран, народов, религий. Но с нами мира, с нами культуры, с нами единения развиваются на планеты и расчетаем будущую любовь человечества. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я хочу сказать, что мы восхищены этой работой, которая проводится в Литве. Давайте все вместе еще поприветствуем. Я призываю в этом плане брать пример с наших литовских друзей и в смысле подвижения взаимодействия и в смысле четкого соблюдения регламента. Огромное спасибо. Два слова продолжения Светлана Сапарева и с наших друзьями. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы благодарны Аустре, благодарны Ирине, благодарны Алисе Радвиве, что пригласили нас в Литву на замечательное торжество, вручение знамени мира Сейму. Надеюсь, мы чем-то и помогли. И что там произошло? Глубоко символично, что там собрались представители разных стран. Были из Германии, с Украины, с Белоруссии, из России. И все понимали хорошо слова релиха. Там, где мир, там и культура. Там, где культура, там и мир. И еще релиха строительства Литвы, делосотрудники, подарили Раисе Павле Кучугановой. Вы ее знаете, это замечательный человек, собиратель традиций старообрядцев. Они подарили ей большой труд, трехтомник, фольклор старообрядцев Литвы. Мы рады, что выполнили просьбу, не перенали этот трехтомник. А вот теперь от Раисы Павловны Кучугановой вам подарок. И мы рады его отдать. АПЛОДИСМЕНТОМЫ АПЛОДИСМЕНТОМЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Мне кажется, что на это есть две взаимосвязанные причины. Первая причина заключается в том, что после того, как Эстония в 1991 году восстановила свою независимость, именно на территории нашего объекта, как является типичным примером, живет русскоязычное большинство, являющие меньшинством в Эстонии. И если средний процент русскоязычного населения в этапе примерно 82, то есть такие города, например, как Наруа или Силамяя, где количество эстонцев составляет всего 5 или 2%. И вот представьте себе ситуацию, русскоязычное большинство, большая часть которых является этнической русской, в один день оказались на территории страны, где совсем другая культура, другой язык и так далее. Как сохранить свою культуру? И именно этому служат те связи и то, что пытаются делать местное самоуправление города в Австриаре для своих жителей. Второй момент, безусловно, связан с первым, заключается в том, что тема культурного наследия как никогда является актуальной для нашей регионы. Поскольку очень многие художники, такие, например, как Сомов, как Шишкин, как Шагал, писали именно на природе нашего региона. И до сих пор сосна Шишкина является местом полночества, как местом, как и гостей нашего региона. И, конечно, тема культурного наследия является как раз вот той работой, которая занимается Бескон, направляя такие делегации, культурологические, участниками которых являлись многократно представители института семьи Рериха в Санкт-Петербурге. Это первое. И, кстати, вот именно в этом зале, я нахожусь второй раз, два года назад, именно здесь состоялась встреча довольно большой группы руководителей местного самоуправления нашего региона с заместителем директора Эрмитажа Георгием Вадимовичем Баховым, где мы также обсуждали различные аспекты возможного сотрудничества между Эрмитажем и нашим регионом. Какие возможны варианты? Вот посмотрите, у нас на сегодняшний день в городе Ковсла-Армия сложились очень прочные, в первую очередь, культурные связи, поскольку город по-противам Ковсла-Армии уже 15 лет является единомором. С нами активно работает посольство, естественно, России, но Украины, Чехии, Израиля и нашими партнерами являлись в разных культурологических проектах Русский музей, Академия художества, Российский музей Кушкина, Музей института семьи Рериха. Какие формы? Формы самые разнообразные. Если идти снизу вверх, то это, конечно, выставки, мастер-классы, лекции, конференции, проекты. Например, у нас очень активно, несколько лет назад прошла и выставка, и мастер-класс народного художника России в Карице Дипомичево из Великого Новгорода. У нас была выставка художественных голограмм, организатор, которая являлась в посольство Украины в Эстонии. У нас была выставка посольства Израиля «Еврейские и арабские дети рисуют в мир», как никогда актуальна сегодня эта тема. У нас была выставка посольства Чехии «Ресунки детей» на очень горькую тему, связанную с холом. И места в нашем регионе связаны с этими трагическими страницами истории. Первый зарплежный виртуальный филиал русского музея Сан-Петербурга был открыт в нашем городе. И к нему приложил руку как раз ООО «Бескон» и призвисто «Бескон» по ЗАРН. И вот буквально на следующей неделе будет отмечаться десятилетие с того момента, когда этот виртуальный филиал начал работу в нашем городе. В последнее время по стопам русского музея пошел Всероссийский музей Кушкина в Петербурге и был открыт примерно полгода назад виртуальный филиал Всероссийского музея Кушкина в нашем городе. Если музей, институт и Руссан-Петербурге готов к тому, чтобы ваш репертуальный филиал, добро пожаловать. Вторая форма – это лекции по культурному наследию. Очень много лекций на эту тему делал Дарсен Бурга, для преподавателей, учащихся в художественной школе Куфлэрли. Кроме того, как я уже сказал, мы запрещены рабочие добору между руководством города Куфлэрли и Академией культуры Сан-Петербурга. И в рамках этого добора были проведены ряд мастер-классов и лекций для художников и учителей художественной школы нашего города, старших преподавателя Евгения Куркова. У нас были неоднократные визиты, как я сказал, руководства музея Сусливерихова. Вот та тема, которая выделена, она до сих пор является для нас актуальной, хотя они были заявлены, по-моему, уже 5 лет назад, во время одного из визитов в Алине-Петербурге в наш город. Теперь переходим к теме проекта. Международный проект – это то, где, как уже было отмечено, кстати, Европейской комиссией Евросоюза, среди трех юбалтийских стран – Эстония, Латвия, Литвы, Эстония занимает одну из лидерующих позиций по разнообразному и успешному освоению европейских сельсий. В частности, один из больших проектов, который завершился примерно два года назад и который делался в рамках программы «Скал-балдейского региона» – это как раз как влияет климат и что можно сделать по теме «Калжи Хэридерс». Я немножко перехожу языками, прошу прощения. На самом деле, именно в этой теме культурное наследие, еще раз, с использованием опыта европейских специалистов, денег европейских фондов, у нас делается ряд совершенно конкретных и серьезных дел. Об одном проекте, который завершился, по-моему, уже почти четыре года назад, я хотел бы рассказать чуть-чуть подробнее, не очень занимая ваше внимание. Этот проект называется так, как он здесь написан, и на самом деле, что очень важно, это довольно серьезный по масштабу финансовый проект, где партнерами являлся с российской стороны в рамках программы «Эстония, Латвия, Россия» русский музей, с эстонской стороны являлся музей «Сланцево». И, как видите, сумма не такая маленькая по меркам европейских программ. У нас еще партнером являлась городского управления города Бахтария, но самое важное и ключевым аспектом этого проекта, что это был первый культурно-образовательный проект, программа Евросоюза, в котором проектные цели и проектные действия связаны с культурным наследием и развитием межкультурного диалога. Какие были основные цели, они указаны на этом слайде, но что для нас было важно? Как я уже сказал в начале, есть имена, которые знает хорошо Россия, и они писали на материалах эстонских природы. Есть имена, которые знают хорошо «Эстония», и в то же время они являются известными авторами художников и скульпторами, чьи произведения до сих пор упражают как основные экспозиции Росского музея, так и находятся в запасниках. И вот, что нам удалось сделать в рамках двухлетнего проекта. Была сделана специальная мультипедитная программа «Художники истории в России» и «Русские художники в Эстонии». Был подготовлен подробный каталог, который сегодня профессионально пользуется художество Музея Эстонии, а также, если зайдете на сайт Росского музея, вы увидите подробное описание этого каталога. В проекте принимали активную участие студенты, как эстонские студенты, так и российские студенты из Санкт-Петербурга, и поэтому очень много действий было связано с развитием их активности и их знаний, как в сфере и медикологии, так и искусствоведения. Некоторые скриншоты той программы, которая была обеспечена, был организован так называемый виртуальный зал, на котором были представлены в, естественно, компьютерном виде и произведения безопасников Росского музея, как картины, так и скульптуры. Тот самый каталог, о котором я сказал. И у нас была очень сильная профессиональная проектная группа, когда входили специалисты, как проектные эксперты, представители Росского музея и нашей стороны, так и разработчики мультимедийной программы. Были серьезными профессиональниками, управляющими комитетом проекта, куда входили представители комитета по внешней связи, директор Росского музея и даже член парламента и страны. И вот некоторые рабочие моменты этого проекта. Работа. Времени показать репортаж у меня нет. Теперь прихожу в перспективу сотрудничества. Что, по моему мнению, можно было бы и нужно было бы делать, чтобы тот, который у нас уже был, можно было бы развивать дальше. На самом деле, тема культурные мосты, это действительно то, что объединяет, и она, как правило, находится вне политики. Здесь много можно чего делать. Второе, это культурное наследие. Как бы уже не упомянул, и это можно было бы долго и подробно. Очень многие вещи. Меня поправят представители музея квартиры Рейхо, как она называется, тоже? Ну, вы понимаете? Да, институт Рейхо. Как-то вы мне сказали, что наиболее мощный архив документации Рейхо находится в Европе, находится в истории, если это корректно. По крайней мере, у нас есть вещи, которые точно связываются с тематикой вашей конференции. Не менее важен это вопрос работы с молодежью. Я не знаю, как это обсудить у вас, но у нас молодежь европеизирована, это значит, что она глобализирована, и тема культурного наследия волнует в последнюю очередь. И именно поэтому далеко ли звучат какие-то стандартные довольно вещи американо-европейские, и в меньшей степени глубокие вещи, связанные с историей культуры. Надо работать, но надо работать, чтобы им это было интересно, и чтобы они видели свою реальную роль. Конечно, ментальные филиалы – это то, что очень важно, в первую очередь, для нашего региона. В связи с границами не так много людей, наша молодежь спокойно может лететь, например, в Париж, в Лондон, но попробуйте организовать автобусную инструкцию всего 5 часов от моего города до вашего города для молодежи, школьников и студентов. На это найти деньги очень сложно. И, конечно... Однаминута у вас. Да, я закончу. Конечно, тема «Приграничное сотрудничество». Буквально через полтора года открывается новая программа «Эстония России». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры 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 создавал DimaTorzok близкой сотрудницей семьи Рерихов, она продвигала «Знания мира» и «Пакта Рериха» по Латинской Америке практически в одиночестве, и еще главным вопросом ее деятельности были охрана ветеринского детства, женское движение и охрана культуры. Вот ровно год назад практически состоялась эта первая панель на американское встрече, она одновременно называлась и семинаром по Агни-Йоге, вот страны, которые в принципе задействованы в этих форумах, в частности в прошлом году было 8 стран, Аргентина, Италия, Латвия, США, Чили, Швейтария, Бразилия и в этом России присутствовали. Хочется сразу сказать, что форум был организован очень грамотно и по такой схеме, которая включала исторические аспекты, культурные аспекты и даже вот такие монеты, как духовные танцы, потому что Латинская Америка это родина карнавалов, они двигаются, и они придумали такой танец мира, который вот Аргентина даже выпустила, и он содержится на специальном сайте. Это программы и отличие других семинаров по Агни-Йоге, которые сформировались. Все это началось лет 20 назад, а именно в прошлом году была первая встреча после деятельности Фрэнсис Грамм, Латинской Америки. Что касается семинаров в Бразилии, очень много было здесь аргентинцев. Вот здесь вы на фотографии видите встречу, которая прошла в позав прошлом году в Аргентине, и вот видите молодой человек, его зовут Мартин. Он приехал в Москву, он молодой дипломат, и увидел себя на фотографии, когда я на Сиасовском обществе как раз сделала презентацию по факту Рейха в Латинской Америке. Это удивительно, на самом деле мы все очень связаны, даже мы очень представляем, как тесно. И значит, что касается вот участников, здесь вы можете видеть лица участников, очень много афроамериканцев, тех, которые когда-то, четырестолетия назад, предки которых были завезены из Африки, и они были ромами. То есть это совершенно новая волна движения женщин, в основном много женщин, из богатых и средних слоев. Сама вот эта вот сеть создана буквально несколько лет назад официально. То есть вот в 2011 году по инициативе дома Арусфати, дом Пакта Рейха в Аргентине, она была официально отмечена, и более того, после этого они оформили все это в интернете. То есть вот эти дружественные сайты, они редмикаются в интернете, и у них очень много общего. Кроме того, они вот, например, ссылаются на Донецкую Рефланова, на МЦР, то есть они завязаны и с сетью российских организаций тоже. Что касается Крэйтисград, вот давайте ее вспомним, это ее фотография. Видите, она прожила 96 лет, то есть это удивительная вообще жизнь этой женщины. И ее роль вот в продвижении Пакта Рейха о Глотинской Америке грандиозна. Есть такие многие имена, которые были совершенно неизвестны, которые нашему русскому читателю, который интересуется Рейхом, предстоит узнать. Например, вот Ричард Дориас Роджерс, он сделал предисловие к сердцу, как в юге, вот часть сердца, еще очень много лет назад при Николай Рейхе. Очень впечатлило меня вот знакомство с Аватар Фоидой Фондэшн. Джейм Трэгер – это удивительный человек, который знаком с Денилом Энтином. Энтин на него отзывается, что это высокообразованный и утонченный человек, он уже ушел из жизни, и Аватар Фондэшн вместе с Владимиром Фоидой, он еще имеет такой фамилии – болгарский. Они перевели все объемы на португальский язык, причем сначала переводили с английского на португальский и с русского, то есть это был очень тщательный перевод. Этот человек, Владимир Фоидой, который нам еще предстоит открыть, он родился в Казани, уехал в Харбин. Харбин был руководителем общества Абминиуми, и потом он переехал в Бразилию вместе со своей женой, вот эта молодость, жена Тамара, и поселились они не герои. И многие их работы, более 600 работ, которые написал Бразилий Родригар, они в основном находятся в Аватар Фондэшн. Он подарил Аватар Фондэшн эти работы. Давайте немножко посмотрим. То есть это мистические вот полотна, которые вот в данном случае этот стиль, где вот Христос, скульптура Христос известная, залив, мистические работы, касающие потока света, различных тонких видений, тонкого мира, очень преликновенные пейзажи, корабль, видите, Будда, другие пейзажи, которые тоже связаны с водой, со светом. То есть напоминает Амарабеллу, может быть, имперсионистов ранних, конечно, Николая Рейха. Мне кажется, что это вообще будет удивительное включение нашего зрителя в творчество этого художника. И будучи на Аватар Фондэшн, мне подарили несколько цветных фотографий, крупных работ Владимира Родригара, которые я хочу вручить нашему дорогому музею Института Рейхов с надеждой на когда-нибудь стоящуюся выставку. Еще немножечко я расскажу про эту встречу. Мне довелось поступать, и заранее обозначили, что я буду говорить о русских огнях фактах мира и о опыте знаний мира в российском парламенте. Так была поставлена мне задача сначала. И кроме того, поскольку Ауся уже прислала мне письмо, чтобы можно было подписать инициативу о явлении 15 апреля днем мира, днем Бактора Рейха, я тоже использовала эту возможность, и ученики встречи подписали вот этот документ. Это слайды, которые связаны с российским парламентом, и у нас южнейные даты. И вот то, что случилось в российском парламенте 11 января 114 года, прошло уже 21 год, то есть проведено это как мгновение. Но хочется сказать, что я преподаватель, и мне довелось вручать знамя мира в Тайване, НАТО, в Идиоме, в Идиомском парламенте, на Тайморбе, это лидер такой, Закчена. И знамя мира не стало очень слишком известного России. Например, у меня есть студенты, и вот 15 апреля я спросила их о знамении мира, принесла эту аудиторию, никто не узнал. Никто не знал про Рериха, а это не самая, в общем-то, необразованная часть нашего населения. И, конечно, вот визит Алиси Родригос, он очень знаменательный для нашей страны, для этого официального продвижения пакта Рериха и знамени мира. Хочется сказать, что когда я была на конференции, я в своем докладе рассказывала о этой удивительной фере, которую устроила Алисия Родригос, просто профессионально и вдохновенно с вручением, они сказали, что Алисия Родригос работает в Мексике и в Европе, отдельно от их организаций, к сожалению. То есть я думаю, что у нас еще очень много ступеней многояртного сотрудничества и много моментов личностных, которые следует преодолеть для того, чтобы сотрудничать еще более тесно. Вот те организации, которые очень сильно заняты продвижением пакта мира, это Бразильский институт Рериха. Для российского читателя-исследования немножко сложно, потому что язык португальский, то есть он не очень часто встречается, и весь сайт на португальском языке. Тем не менее, есть представительство Сон-Пауло, это столица в Бразилии, вот здесь вот президент, они выглядят очень молодые, это потомки работ, представляете, вот несколько лет назад, они были, их предки были привезены из Африки. Сейчас это лидеры, это вот банка, сила в Бразилии. Что касается еще длительности института Рериха, у нас, как правильно, вот эти организации наши, они боятся какой-то вот связки, коммерческие деятельности и так далее, там очень связаны коммерческие и коммерческие проекты. У них нет ограничения церковников, и поэтому они работают все вместе, и они запросто идут вместе с образованием, все их проекты вместе, и это, конечно, очень здорово. Вот, это люди, которые вот составляют движение, их не больше 50 в том самом консервадоре, и я могу сказать, что по Латинской Америке можно их пересчитать, но действуют они открыто, смело, широко, знание мира выдерживается везде, и все им радуются, и не видят никаких препятствий для продвижения факта мира. Это вот, например, участники конференции, это директор образовательных программ Нивда Керония. Этого хоровода, который я вам говорила, они сделали вот такие вот танцы даже, хороводы, специальные шили маечки вот со знанием мира. И другие организации, которые любезно предоставляют мне ТЭПИС место, я буду печатать и рассказать, печатать и буду рассказывать, потому что много-много информации. Вот, например, как у них государственный флаг висит рядом с флагом мира, с флагом факта Рериха, и думаю, что у нас это скоро будет, их день международный, 21 сентября, вот как вручался в парламенте этот флаг, и как знание мира присутствует во всем символике. Хочется сказать, что это время, когда наша общественность примет шутокот знания мира и за горами, но мы сами должны делать и приближать эти события. Например, вот это те самые лидеры Абатарху Нейшин, которые вот и занимаются продвижением знания мира. А это статуя Христа, на котором у нас была медитация именно с этим знанием мира. И знаете, к нам вышел Падре Амар, скрылый процесс и христиан, и мы все вместе славим Господа, и это было удивительное включение. Вот, я могу сказать, что от каждого из нас зависит то, как продвинется наша история с фактом Рериха в России. То есть каждый из нас должен делать шаг вперед для того, чтобы это стало возможно на всех уровнях. Спасибо. Спасибо вам большое. Слово предоставляется. Ирина Кеоргиевна Возгласитель, доцент в капитале информационных технологий и математических учреждений образования Федерации профсоюзов Беларуси Международного университета ИНСО. Пакт Рериха в 21-й арбите защита человека в высоте информационного времени. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые соратники, добрый день, дорогие друзья. Хочу вам видать сегодня не просто из Минска, из Беларуси, но, как видите, я еще представляю также переспубликацию общественного объединения Беларуси и фонд Рериха. Тема моего доклада «21-й век, факт Рериха, 21-й век» это время другое. Здесь у меня несколько повторений, я позволю себе это подключить, поскольку время ограничено. Еще раз повторяю, что такое факт Рериха – это защита культурных ценностей во время военных действий. Эти военные действия сейчас приобретают, мягко говоря, несколько другой вариант, потому что информационная война – это уже слово «реальность» нашего времени. Актуальность идей, сформулированных факторов их в современном информационном обществе подтверждается событиями, отображаемыми в ежедневных сводках новостей и аналитике. Информационная война прогрессирует. Линия фронта переместилась в другое пространство – виртуальная. Происходит переформатирование юридических основ социумов с целью достижения информационного превосходства. И здесь уже возникает новый термин – информационное оружие. Специальные средства, специальные технологии и специальные информации, которые позволяют осуществлять силовое воздействие на информационное пространство общества и, естественно, осуществлять воздействие на сознание и психику населения в настоящем государстве. То есть здесь вы видите – средства массовых упражнений – это уже информационное оружие. Дальше – скрытые манипулированные информации. Целью является юридитет населения. Завоевание мира – это та цель, которая переследуется в любой войне, в том числе, естественно, и в информационной войне, в которой мы все являемся участниками явными и неявными. Цель – еще одна из целей завоевания мира – это создание общества потребления, то есть разрушение традиционного сознания для того, чтобы стандартизировать всех участников сообщества. Люди с одинаковым стандартным поведением в одинаковой ситуации примут одинаковое решение. Значит, тот, кто формирует ситуацию стандарты, тот, естественно, формирует это поведение. Фактически это и есть неограниченная власть. И, наконец-то, разрушение традиционное сознание создаёт единый рационально-потребительский тип сознания, и, в результате, мы достигаем цели – получаем общее потребление. То есть получаем ту толпу людей, да, которые достаточно легко управлять, маникулировать. Как это всё происходит? Знакомые картинки. Кучинг, всевозможные перикатуры, скажем так, эксплуатирующие, определенные чувства человеческие и так далее. Подмена, весьма распространённая. Я проискаю вам известные все произведения. Везде и всюду. Инструкционная война – это действительно суровая реальность нашего времени. И эта работа Святослава Николаевича Рейха, она, как никакая другая, на мой взгляд, угрожает то, что происходит у нас сейчас в нашем с вами обществе, в наше с вами время. Что же мы можем извлечь для себя, как мы можем интерпретировать факт Рейха именно в современном информационном обществе? Смотрите, ангел последний. Свиток. Свиток – это не только последние времена. Это не только свиток и меч, но давайте посмотрим на свиток, как на свиток информации. Это можно представить, как война в информационном пространстве. Что же мы можем сделать для этого? Как мы можем сжигать эту тему? Да, мы устремим пространство мысли о мире. Мысли о мире во всех мирах. Мысли о мире. Пусть будет мир хорошо. Простые фразы, простые мысли, но очень действенные. Посмотрите, пожалуйста, что объединяет этих трех людей. Слева – известная вам историческая фигура. В центре вы тоже знаете этого человека. Справа – это скриптропс. Как вы в большом слое знаете, что это создатель империи Эбл. Что же их объединяет? Платон. Если вы будете окружать себя красивыми вещами, то под их воздействием делаетесь с вами прекрасней и лучшим. А это, на конце концов, приблизит вас к гармонии жизни. Святослав Рейх, наполняя свой дом чем-то красивым, мы возвышаемся. Не нужно думать о тайне в искусстве, которое вне нас. Нужно обогащать ту жизнь, в которой мы живем. И обогащая ее, мы обогащаем не только себя, но и других, которые входят в контакт с нами. Иногда есть фигзот. Работники должны окружать себя лучшими вещами, талантливыми коллегами, качественными материалами, чтобы создавать лучшие продукты в мире. Путь указанный совершенно разными людьми, но единый путь – стремление к совершенству. Ну и, наверное, я постараюсь быстро закончить, поскольку время ограничено. Хочу отметить следующее, что генеральная идея фактора Рейх в современном информационном обществе – в защите нуждается человек. Если разрушение памятников – это разрушение физического мира, которое при сохранении памяти, при сохранении умений человека можно восстановить, то разрушение человека в условиях информационной войны приведет к продолжающим последствиям. Возникает вопрос, который необходимо решать всем нам. Как уберечь внутри человека этот нравственный закон, который движет Вселенную? Как защитить человека культуры? Как защитить человека культуры? Гомо-культус – человек, любящий гомо-аморизм. Один из возможных вариантов охраны человека культуры, охраны человека – научиться и научить распознаванию, разделению информации истинной от информации ложной. Жизненно необходимо обладать мечом Ангела Последнего, мечом Отделения Тюрин от Преевых. Воспитание, образование, самосовершенствование – три единства, три составляющих человека культуры – являются основой преемственности культурных традиций и основой защиты человека под знамением Пакта Преевыха. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Передаю вам слова глубочайшей признательности, благодарности всем в вашем лице России и всем слепым силам, которым служит Россия. Все, кто ощущает себя борцами за свет. И это особенно чувствуется у нас в Новороссии. Мы будем понимать от Новороссии и Украины ту, которая поняла смысл своего существования, свою национальную идею, за которую, по сути, идет сейчас с нашей точки зрения. И национальной благодарности, конечно, городу Санкт-Петербургу, в которой есть такие замечательные сыны. Видимо, именно благодаря им город Санкт-Петербург первым принял вам руку помощи в самое тяжелое время, в локальное время. Потому что потомки локального города, оно не зря. И сам город является культурной столицей России. Прежде всего, Владимира Владимировича Путина, и, как у нас говорят, у нас очень греет его слова, что Донбасс не отдаст. Также, ректор Санкт-Петербургского университета, Карпачев Николай Михайлович, он первым подписал договор с сотрудничеством с Донецким национальным техническим университетом, которым мы имеем учиться работать. Хотя юридически Россия нас еще не признала, но как друзья, как коллеги-коллег, для нас была большая поддержка в это нелегкое время. Одновременно с ним с нами подписал договор с сотрудничеством Института музея Синерей и Санкт-Петербургский полиэтилен. Разрешите передать символичный сувенир из нашего города. Он сделал пусть и сами из снарядов и осколков в МИП, которые найдены после очередного встрела нашего города, директору Института музея Синерей. И, конечно, любимый сын России, Санкт-Петербурга, чье имя и чье наследие ведет нас в жизни. Это не подразумевшийся его семья. И вот в поверхность мудро поет на мере и благословения. Никакие пушки, никаких взрывов не завышат этих народов. Несмотря на все же киски, ложная мудрость и идеализм, как мучение блага, все же остается самым быстро достигающим и самым обновляющим в жизни. Воспитание всех народов в истинной культуре совершится как знамение мира, ибо мир и культура не раздельны. Эти слова отчетливо смыслы рассматриваются в нашей республике. Конечно, с вами изучали известные слова, там не культура, там мир. У нас есть практик мир в Донецке. Мы как-то до войны не совсем понимали его смысл. Сейчас он стал настолько ясен, что, наверное, не нужно что-то говорить здесь. Основным важным для нас является вот это высказывание, что космическая волна может сместить не только отдельного человека, народ или континента, но даже целую расу и целую планету, если будет явно сопротивление в задерживающую эволюцию. Вот об этом и пойдет речь в докладе. Нам кажется, что предыдущий докладчик рассказал о информационной войне. Ее можно сравнить с хакерской атакой. Вот эта схема хакерской атаки. Вот эта нападающая, это его джеба. И через некие промежуточные компьютеры они заражают вирусом вот эти, видите, здесь записано зомби. И потом они по команде атакуют жертву. Здесь мы видим аналогию между вирусом компьютерным и вирусом биологическим. И вот сейчас встает во всей своей красе вирусов саджи. Как же защититься от них? От медицинских вирусов, от вирусов биологических, мы знаем защиту, это вакцина медицинская. От вирусов компьютерных есть известный антивирус. А вот от вируса социального, с нашей точки зрения, защищает культура во всем своем многообразии. Именно на это было направлено, на разрушение культуры, то есть антивируса, выполняющего роль социального антивируса или иммунной системы общества. И было направлено все деятельности во все годы независимости Украины. Мы не молчали, вы видите одну из газет, печали Донецк, одна из ведущих газет нашего города, 2009 года, апрель. Это «Оранжевое время». Мы публикуем статью о тренинге средства культуры, мы иммигранты в собственной стране. Где описываем, говорим о том, что страна не ищет национальные идеи, украинство это не есть национальная идея. Здесь описано планами Натальиса, который выполнился до запятой. И единственным учреждением культуры за все время независимости Украины, это строительство библиотеки, которую осуществлял Донецкий национальный физический университет. После этой статьи на следующий день наш университет посетил особую безопасность Украины с таким вопросом, кто эти иммигранты и как они здесь вообще находятся. Ну, спасибо высшим силам, руководству университета, они смогли, еще говоря, этот путь был в понятные, так сказать, места, но и до чудов остались на работе и продолжали свою деятельность. Потом уже в нынешнее время вы можете найти нашу фамилию на ряде сайтов, например, в Терновой Юлей, мы названы террористами, сепаратистами, хотя на самом деле сепаратистами является нынешняя Украина, потому что она себя отделила от русского мира. Ну, как всегда, вор первым кричит, держите вора. И вот мы, как директор института культуры, конечно, в самом деле, с точки зрения ведущей пропаганды терроризма, сепаратизма, как в живую и так далее, они считают, что мы предложили сотрудничество, но вы видите, что мы давно это делали, и якобы мы назначили на должность. Никакой должности мы не занимаем, мы на общественном начале девятого года работаем в институте культуры и донных групп. Также считают, что мы совершили преступление против мира и безопасности человечества. Вот это другой сайт, так называемый миротворец. Мы также не молчали, благодарны, слушаемых с нашей точки зрения, журналу «Посинтез в науке религии» и «Искурство», журналу «Тельфис», опубликовавшим наше открытое письмо к согражданам, которое было ответом на те письма, которые получал наш университет о деятельности нашего института культуры. И здесь вот главным нам кажется слова Владимира Соловьева о том, что идея в стране – это не то, что она думает о себе, а что Бог думает о ней в личности. А то, что думает Бог о ней в личности, это было ясно и из работ Николая Ивановича, и всей его семьи, из религии, пророчеств, и всех великих православных святых в том числе. И мы писали об этом и докладывали на конференции «Идика наука будущего» вот одна из статей. Украинская идея как составная часть русской идеи в контексте общечеловеческих ценностей. И суть ее выражается, нам кажется, в письмах Елены Ивановны, что наша страна, вещь, это Россия, а мы являемся частью большого русского мира. Как была, так и продолжаем быть прудным камнем, как раньше можно с уверенностью сказать, кто с нашей страной, тот и победит. И мы, знаете, военное время проверили несколько представлений из института музея Сибири, вот одна из репродукций картин. И слова на и плаковой особенно случают в наших сердцах мужество. Мы знаем, что у них лежит на лесах и что совершается на нем. Часть мужества пробыл на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пуля, не мертвая меч, не горько остаться без крова, и мы сохраним русская речь, великое русское слово. Свободу мы чистым тебя пронесем, и в руках дадим, и от плена спасем навеки. Вот этот меч мужества был дан еще в 13-м году. Как бы этот ангел передает заснувшим сознанием, заснувшим сознанием, которое отлученным от великого понятия культуры. И Михаил Павлович как бы видел тогда уже, вот и горящий этот город Пречисый, который называется Полясью Россию, вот в огне непонимания и злобы мира Таргашей. Мы плакаем, что сейчас идет жесточайшая война, миксическая деревня война между Таргашами Запада и Таргашевской цивилизацией Запада и цивилизацией настоящих героев Востока. Вот она, мы показывали фильм «Белый тигр», запрещенный в Украине, вот как вы помните главный герой, когда 9 мая было, и все праздновали праздник Победы, заезжал в свою 34-ю. Ведь к нему подошел, а прицелитель ГВД говорит, что делаешь, ну ведь, тигр ушел, он обязательно прыгнет. И вот потомки тех, реинкарнация фашистов, которых прогнали с этой земли наши цели, деды сейчас, со всей земли вернулась в Новороссию. Ну не только в Новороссию, а в Севастополе и в Савур-Мобиле в Новороссии. Вот, ну, Настя Слава сказал на кладбище полчевца. И важные слова будут, чтобы мы не мешали главному гроссмейсеру, который сейчас играет труднейшую партию, Владимиру Владимировичу, не мешали ему, потому что он имеет максимальную информацию, а мы имеем только ограниченную информацию. Поэтому, что должно, то и делаем. Он это писал в своем мире убийство городов, которое подарил нам со своей подписью. Оно выставлено на нашем сайте прелегком и читается с большим пониманием. Перед самым знанием вера, которое символически было передано из культурной столицы России, нам приятно, что соседство перед рядом становилось знамение Новороссии. И нам была дарованная великая честь вручить его Донецкому Огромному театру, когда Анна Нетребкова и всех, как было, культурной общественности России. Здесь важно то, что вот это наш институт, она вывешена внутрь здания на фронтоне известной картине «Алифлама». Дело в том, что это очень символично, поскольку в 43-м году на фронтоне нашего оперного театра было вывешено знамя победы. И победа пришла. Поэтому само это знамя в стенах нашего оперного театра, наносящего имени нашего выдающегося оперного плюса Соловьяненко, кстати, выпускника от Донецкой политехники, он там работал двух студентов, потом преподавателем, потом его именем пел «Ласкало», назван Донецкой оперный театр. Мы полагаем, что победа – это знамя нашей предыдущей, обязательной победы света над тьмой. Также знамя культуры было предпринято Министерство культуры ДНР, и выставка Николая Константиновича проходит сейчас в нашем городе галереи «Ар Донбасс» и другим культурным учреждениям нашего города. Оно символически защищает, покрывает, как покрывает Богородицы наш город. И вот вечером нужно видеть такую картину, как идет монах и крестит дома, чтобы они не были разрушены очередным обстрелом. Надо сказать, что еще в самом начале, не забыли, мы трижды были в штабе ополчения, предлагая свое участие в записи ополчения. Но нам было сказано, что наша фронт культурный, что победа решается не только на полях сражений, она во-вторых решается на невидимом фронте. И мы ничего не обязывалось, как выполнить то, что было сказано в штабе. Сейчас мы выпустили песнинг института культуры, который мы привезли сюда, и будем рады вручить делегациям. У нас его немного, но, я думаю, всем делегациям упадят. Вот он выставил интернет, где более подробно описаны те события, которые проходят сейчас в нашей республике. Вообще говоря, нас называют самопроразошенным институтом культуры, самопроразошенной республикой. Но на самом деле, конечно, спасибо руководству и высшим силам существовать институту, нам, честно, на начале 9 лет, вообще говоря, мягко говоря, странно. Ну и сюда и ровнялись на культурную столицу России. И вот когда-то мы здесь встречали профессора Байсина, он сказал, есть некая информация, недоведение, которое покажено бесплатным образом является преступлением большим, чем теракт или убийство. Поэтому все наши заседания бесплатны, поскольку мы их не можем оценить никаких материалов на вещах. Также в дистрифическом зале Новейской политики в свое время выступал Андрей Спалыч Берни, который баллотировался на крестах президента Украины. Но поездник в Украину снял свою кандидатуру, сказал, что народ не на то. Он нам сказал о пророчестве Николая Константиновича, записанного в криптограммах Востоха. И прямо сказал, что три корни разделенных пропиятий с Росурсой Любовью. Это есть Святая Русь, Россия, Белая Русь, Белоруссия и Киевская Русь, вся Украина. Вот слева мы видим детского старца, который сказал о грядущей победе нашей. И вот в следующем году, судя по его пророчествам, она должна осуществиться. Вы видите здесь выводы. И завершить хотелось словами Юрия Михайловича Крючникова, который и может быть, наверное, всем выводом. А, кстати, книгу мы привезли, которая подробнее написана под обстрелами. Хотелось, чтобы что-то осталось на этой земле, поскольку никакой не было вероятность была небольшая встретиться с вами в том числе. Так вот, мы тебя рад стоим. В первой миллении иную наметил манеру рисунка. Поменяли регистры октавы военной пары. По вершинам сердец, по лощинам и лужам рассудка проверяет сегодня зигзаг правдовой полосы. Мы в окопах еще, мы в траншеях, по самые шеи. Видно, день не настал, видно, час наступать не пришел. Словно вороны кружат, чужие недобрые речи, а такое повсюду приведивший российский глагол. Ждает путь пуль и огня, оголтелой пехоты и танков. На прямой на воду туман, приготовив свады. Отрава ползла на позиции главной, свадгом, потому что мы сами открыли отравы твы. Мы это пройдем, в эшелонах тройных перестроясь. Пусть нас туда хороет, пророчество нам не удови. Мы тебя отстоим, золотая славянская совесть. Наше русское сердце, седающий спас на крае. Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры, за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.